Здравствуйте! Меня зовут Виталий Рогожин. Сегодня я долго буду вам рассказывать про всякие энергосберегающие светодиодные лампочки. Мы достаточно долго будем говорить о различных аспектах эксплуатации, о различных аспектах продажи энергосберегающих, ну и теперь уже светодиодных лампочек. От предыдущего варианта, данный вариант семинара отличается тем, что сейчас уже светодиодные лампы вошли в нашу жизнь уже в полную силу, продается их много, вот, и, соответственно, нужно рассказывать и о них тоже. В том, что я буду говорить, на самом деле, обратите внимание и обращайте внимание. Будет не только попытка довести до вас некую информацию, но и еще будут такие, как бы, годами наработанные фразы, конструкции, мысли, которые, ну, практически в том виде, в котором я буду рассказывать, можно доводить до покупателей. До покупателей розничных, на розничных точках, для покупателей корпоративных, для покупателей партнеров ваших, так сказать, по продажам. Вот, то есть вот обращайте внимание, там будут, на самом деле, некие конструкции, которыми, и даже некоторые конкретные слова, которыми что-то можно покупателям объяснять, что-то им предлагать, ну, что-то им продавать и что-то им говорить. Обращайте внимание на эти конструкции, потому что, ну, на самом деле, у меня это годами отработано. В определенной практике общения непосредственно с покупателями, иногда, чтобы не терять квалификации, я вот выхожу в поле в розничный магазин и общаюсь с покупателями, чтобы лучше понять их нужды, их мысли, их сомнения в применении энергосберегающих светодиодных лампочек. Давайте, значит, ну, как бы часть первая. Зачем вообще нам нужно это энергосбережение и как покупателям объяснять? В наше время, вот, порядка 20% всего электричества, которое вырабатывается, уходит на нужды освещения, так или иначе. Понятно, что экономия эта, ну, можно приводить такие соображения, как там забота об экологии, забота о том, что, ну, давайте там немножко оставим нефти нашим детям. Вот, ну, я не буду особо останавливаться на вот этих вот, как бы, соображениях. Не потому, что они не важны, они, безусловно, важны, очень важны. Разве что скажу про нефть, многие не подозревают. Сейчас очень много кричат о всяких альтернативных источниках энергии. Так вот, поверьте, большая часть электричества, которое вырабатывается, которое мы потребляем, на самом деле, вырабатывается за счет сжигания чего-нибудь. Газа, нефти и так далее. Вот, там, доля атомной энергетики, а уж тем более модные сейчас все эти солнца и ветра, вот, она, на самом деле, на сегодняшний день, там, в мире не больше, чем процентов 20. Суммарно, вот, их всех. Вот, оставшиеся 80 вырабатываются тем, что что-то сжигается. Есть еще одно, так сказать, важное соображение, по которому государство, правительство и так далее, и тому подобное будут нас и толкают, и будут толкать нас к тому, чтобы мы энергию, и в том числе электроэнергию, так или иначе экономили. Дело в том, что электричества сейчас, ну, не хватает везде. Вот, все это прекрасно знают. Электричества не хватает в Москве, электричества не хватает в деревне, электричества не хватает в Лос-Анджелесе, электричества не хватает в Японии. Почему не хватает? Ну, потому что 30-40 лет назад наши потребности в электричестве были в разы меньше, чем сейчас. Извините, но 30-40 лет назад утюг имел мощность полкиловатта, сейчас 2,5 киловатта. Электрическими чайниками почти не пользовались Все пользовались чайниками, которые на газу нагреваются А сейчас даже те люди, у которых дома газ И то пользуются электрическим чайником часто Потому что это удобнее Я уж не говорю о всяких стиральных машинах Телефонах, ноутбуках Пусть чуть-чуть, но все равно все время в розетку воткнут И что-то потребляют Потребление электричества растет, растет и растет Его не хватает везде Когда электричества не хватает Помимо того, что сжигать нефть и газ Что нужно? Нужно строить новые электростанции Нужно строить новые линии электропередач Не знаю, трансформаторные будки у вас во дворах Все это стоит денег Потребление электричества растет Нужно строить новые генерирующие и доставляющие мощности Все это стоит денег По таким приблизительным оценкам, капитальные затраты на то, чтобы довести до вас, как до потребителя, 1 киловатт электрической мощности требуется порядка 5000 долларов. Я сейчас говорю не про стоимость киловатт часа, а про стоимость того, чтобы мощность в киловатт подвести к потребителю. Это не включает нефть, которую сожгут на этой электростанции. Эти 5000 долларов, которые тратят на постройку всех этих электрических систем, на самом деле это государственные деньги. Там, конечно, может быть какое-то участие от частного капитала, но слишком уж эта отрасль такая медленно окупающаяся, не слишком коммерчески привлекательная. Как правило, частный капитал привлекается на этапе эксплуатации, а не на этапе строительства. То есть это, как правило, государственные деньги в той или иной форме. Что означают государственные деньги? Это означает, ну, естественно, с некоторыми допущениями, небольшими, понятными. Но по большому счету это означает, что деньги из нашего с вами кармана. То есть вот, не знаю, въезжаете вы в новую квартиру, к ней подведено там 8 киловатт электрической мощности. Это, ну, опять же, там с некоторыми допущениями означает, что кто-то где-то заплатил 40 тысяч долларов для того, чтобы эти 8 киловатт к вашей новой квартире подвезти. Для того, чтобы сэкономить эту сумму, там, на энергосберегающих, светодиодных лампах, сколько нужно? Не знаю, там, от тысячи, ну, если так, крутые светодиодные купить там, да, то до пяти тысяч рублей. Чувствуете разницу, да, между вот этой суммой и вот этой? Поэтому, а поскольку это деньги государственные, то государство нас будет толкать и толкать. В Европе уже, по большому счету, лампы накаливания запрещены. Правда, еще пока не запрещены галогеновые лампы накаливания. Ну, всему свое время, это тоже придет через некоторое время. Вот, у нас в России, сами знаете, 100-ваттные лампочки накаливания запретили года два назад, если не ошибаюсь. С начала этого года должны были запретить 75-ваттные лампы. Может создаться некоторая иллюзия, вот, потому что люди, сидящие здесь, люди, которые будут смотреть этот семинар в записи, что все уже перешли на энергосберегающие лампочки. Нет, нет. Смею вас заверить. Вот, вы, люди, так сказать, так или иначе имеющие отношение к этому вопросу и достаточно продвинутые в нем, поэтому вы, скорее всего, перешли. Но посмотрите у своих, там, друзей, знакомых. Вот, посмотрите в торговых центрах, в которые вы ходите. Вот, там, в торговом центре, там, да, там, вот, общее освещение сделано, либо люминесцентное, либо металлогалогенное, достаточно энергосберегающее. Какая-то подсветка витрин, там, еще что-то. Стоят все те же лампочки накаленные. Посмотрите, кругом, отнюдь. Причем не только в нашей якобы отсталой стране, но вот, хотя на этот счет, с точки зрения освещения, у меня есть некоторые сомнения, которые позже. Ну, даже в той же Европе, отнюдь не везде. В качестве анекдота расскажу. Вот, я на Новый год ездил на лыжах кататься в Финляндию, и там мы компанией снимали коттедж. Коттедж, построенный в 12-м году, прошлом. Мы там были третьими или четвертыми. Ну, видно было, что совсем новый. Ребят, вы будете смеяться. Я не нашел там ни одной энергосберегающей лампы. Там были только лампы накаливания и галогенки. Представляете, вот такую вот забавность, да? Так что работать нам с вами еще и работать, вот, с нашим не очень сознательным населением, вот, дабы его к энергосбережению, хотя бы в области освещения, подтолкнуть. Оценки уровня, ну, скажем так, проникновения энергосберегающих технологий в бытовое освещение, к сожалению, точных оценок не существует. Нет какой-то серьезной организации, которая бы занялась опросами на эту тему и так далее. Но я думаю, что сейчас у нас в России можно оценивать, что на энергосберегающие лампы, ну, или светодиодные, да, светодиодные, они тоже энергосберегающие, вот, ну, просто на другой технологии построены. Вот, сейчас в крупных городах заменили приблизительно процентов 30-40, перешло к энергосберегающим технологиям, да, освещения, ну, то есть заменили обычные лампочки на те или иные энергосберегающие. В остальной России 20-30 процентов. То есть, ну, такая вот оценка, не судите оценку строго, вот, по разным признакам, да. Построено, к сожалению, вот, кого-то, кто дал бы четкую оценку и поставил бы реальную цифру, ну, не занимается никто этим. Вот, то, что вот государство стоит, там, 5 тысяч долларов, чтобы построить мощности на 1 киловатт, вот, и, там, тысячи-пять тысяч рублей на то, чтобы этот киловатт сэкономить на использовании энергосберегающих или светодиодных лампочек, лет 6 назад на Кубе, вот, благо там не капитализм, в условиях капитализма достаточно сложно такую операцию провести, вот, они сделали как? Они взяли и заказали, там, что-то себе, там, 50 миллионов энергосберегающих лампочек, которые просто населению раздали. Вот, у нас в условиях капитализма, ну, раздать что-то, это достаточно сложная операция, то есть, ну, непростая, да, просто организационная. А там, поскольку там немножко социализм, там это можно было провести, и в какой-то момент просто государство понял, что чем строить вот эти вот мощности, лишние киловатты подводить, проще вот купить, там, гору этих лампочек, и просто их раздать населению. Почему я это знаю? Потому что они там на два месяца заблокировали своими заказами просто все китайские заводы, что привело, так сказать, к сильным задержкам и некоторому дефициту. Вот, лет 5-6 назад это было. Ладно, давайте мы вернемся с небес, так сказать, ценностей общечеловеческих и общегосударственных, вернемся на землю, и попробуем как-то немножечко, так сказать, как нам все-таки покупателям, нашим потребителям объяснять, почему нужно использовать энергосберегающие светодиодные лампочки. Там существуют, ну, это называют обычно словами калькуляторы экономии, не буду сейчас расписывать циферки здесь, желающие, кто их не видел, могут легко найти в интернете, как там, заменив одну лампочку, вы будете экономить 8 рублей 43 копейки каждый месяц, ну, понятно, да, вещь простая и так далее. Я немножко с другой стороны на это посмотрю. Значит, в Москве, ну, да не только в Москве, практически во всей России, тарифы на электроэнергию делятся на два типа. Тарифы для квартир с газовыми плитами и тарифы для квартир с электрическими плитами. Значит, в квартире с электрической плитой. Многочисленные опросы друзей, знакомых выдали следующую, так сказать, приблизительную цифру. Вот. В квартире с электрической плитой, если человек заменит лампочки накаливания на энергосберегающие светодиодные, счет уменьшится приблизительно в полтора раза. Ежемесячный счет за электричество. В квартире с газовой плитой, с газовой плитой, приблизительно в два раза. Мне вот эти цифры нравятся немножко, их стоит сообщать покупателям. Почему? Потому что калькулятор экономии 8 рублей 37 копеек с каждой лампочки в месяц. Ну, вот здесь сложно так вот понять, да. А вот такие соображения понять намного проще, потому что вот каждый из нас раз в месяц, ну, либо лично, либо опосредованно относит к сберкассу там некую сумму и немаленькую, да, вот, за электричество, да. Вот. И когда вы с покупателем разговариваете и говорите, вот, в следующем месяце вы отнесете в два раза меньше. Вот. Ну, это такое некое соображение, так сказать, которое вот чуть-чуть более удобно, чем всякие вот калькуляторы экономии. Естественно, вот эти вот цифры, они базируются на некоторой такой среднестатистической структуре потребления электричества, потому что вполне можно себе представить там кого-то, кто свет почти не включает, зато все время пользуется электрическим обогревателем. Он, естественно, от замены лампочек ничего не сэкономит. Ну, вот какая-то такая средняя вот опроса друзей и знакомых показывает, что средняя цифра снижения это вот в квартире с электроплитой в полтора раза, в квартире с газовой плитой в два раза. Вот. Ну, здесь есть еще одна важная вещь, которую нужно сообщать покупателям. И люди, которые живут в квартире с газовой плитой, наверняка про это знают и на своей шкуре это чувствуют. Вот поднимите, пожалуйста, руки. Кто из вас живет в квартире с газовой плитой? О, больше 50%. Да. Вот. Ну, на самом деле в Москве в среднем 50%. Я всегда так вот опрашиваю, вот, когда больше с электроплитой, когда больше с газовой плитой, ну, приблизительно половина людей. Вот люди, живущие в квартире с газовой плитой, сейчас меня поймут. Дело в том, что в квартире с газовой плитой мощность подвода, как правило, ну, выключателя, главный выключатель, ведущий электричественный квартир, стоит на 15 ампер. Вот. В квартире с электроплитой стоит выключатель на 40 ампер. И на включатель электроприборов так, чтобы выбило пробки в квартире с электроплитой, ну, это очень надо постараться. Я жил какое-то время в квартире с электроплитой, не знаю, такое раз в год, может быть, происходило, когда вот ты и плиту всю включишь, и свет везде зажгешь, и еще чайник там, еще какую-нибудь посудомоечную машину, да, там. Вот. Ну, очень редко бывает так, чтобы выбило пробки. А вот в квартире с газовой плитой 15 ампер, это всего 3,3 киловатта. В квартире с газовой плитой я тоже некоторое время жил, вот, и прекрасно знаю, вот, что это как раз было в детстве, вот, и прекрасно знаю, что прежде, чем включить утюг, вот, моя мама пробегала по квартире и говорила, погасите верхний свет, оставьте только настольную лампу, иначе выбьет пробки. Прежде, чем там включить стиральную машину, нужно посмотреть, а не включен ли в этот же момент, там, скажем, пылесос или утюг, иначе выбьет пробки. Вот, люди, которые живут в квартире с газовой плитой, прекрасно меня понимают и сталкиваются с этим постоянно, вот, и в коридор, чтобы пробки включить обратно, бегают достаточно часто. То есть, приходится все время думать и ограничивать себя. А сейчас же, извините, сейчас утюг два с половиной киловатта, чайник два с лишним киловатта, стиральная машина, вот, которую еще включишь, а она потом там как-то работает, и когда чего, и долго достаточно. Вот, полтора киловатта. Посудомоечная машина тоже полтора киловатта. Вот, и все время приходится, так сказать, держать в голове, как бы мне сделать так, чтобы у меня не выбило пробки, чтобы у меня электроприборы одновременно не включились. Вот, люди, живущие в квартире с газовой плитой, это с этой проблемой прекрасно знакомо. Так вот, людям, живущим в квартире с газовой плитой, мы даем возможность не только экономить на счете электричества, но и, и покупателям надо об этом говорить. Покупатели сами, как правило, этого не понимают. Вот, но еще кроме этого даем немножко больше свободы в пользовании электричеством. Давайте себе представим трехкомнатную квартиру, такую какую-нибудь стандартную, в которой газовая плита подвинула 15 ампер, в каждой комнате по 5 100-ваттных лампочек, ну, правильно, да, где-то так, да, вот, плюс еще кухня, вот, то есть просто, чтобы ее осветить, ну, когда вот все дома, когда весь свет включен, вот, нужно полтора, два киловатта. Соответственно, включать двухкиловаттный утюг уже опасно, а если этот утюг включится еще вместе с каким-нибудь еще электроприбором, то точно выбьет пробки. вот, значит, мы, вот эти вот затраты на освещение, ну, то есть вот эта вот мощность на освещение, готовы людям, за, кстати, очень небольшие деньги, если говорить об энергосберегающих, а сейчас уже о светодиодных лампах, превратить в, там, 0,2, 0,4 киловатта. Соответственно, останется у них еще 3 киловатта, на то, чтобы что-то какие-то приборы включать. То есть мы людям даем немножко больше свободы в пользовании электричеством. Да, безусловно, мы не решаем всех проблем этих людей. Вот мы не можем подвести к их квартире лишние, лишние 10 киловатт. Но частично эту проблему решаем. Покупателям надо это говорить. Ну, вот, люди часто это не понимают, им надо говорить, а для людей большой плюс. Давайте возьмем еще какого-нибудь потребителя. Ну, например, любимая в нашем народе дача. Подвод, как правило, тоже 10-15 ампер. Раньше все увлеченно жучки ставили, но сейчас энергетики внимательно следят за этим, вот, чтобы жучков не наставили. Вот. 10-15 ампер. Да, осветить фанерный домик площадью, там, размером 5 на 5 квадратных метров, так сказать, с небольшой мансардой, да, вполне реально. 15 ампер более чем достаточно. Можно даже еще обогреватель электрический, небольшой включитель, электроплитку небольшую. Но, давайте сейчас взглянем на все эти садовые участки. Вот. Фанерные домики 5 на 5, так потихонечку, постепенно, год за годом, начинают превращаться в кирпичные домики, и уже не 5 на 5, а иной раз 10 на 10, вот, и высотой побольше, вот, и какие-то у людей странные мысли начинают появляться о том, что будочка в другом конце участка не всегда удобна, хотелось бы в отерклозет организовать, а, извините, а это насос, как минимум, да, даже если из колодца, а насос, это полкиловатт. Вот. И на этой же даче этих 10-15 ампер вот, начинает не то, что там насоса не хватать, а начинает на то, чтобы просто осветить. Еще участочек хочется как-то осветить, лампочки на заборчиках развесить, вот, на этой даче 10-15 ампер начинает категорически не хватать. Категорически не хватать. Этим людям мы тоже можем дать чуть-чуть больше свободы и чуть-чуть больше возможностей в пользование электричества. Так, чтобы они не боялись, что когда у них горит свет и случайно включается насос, у них выбивает противник. Давайте возьмем такого, очень хороший потребитель, такой благодарный, какой-нибудь, значит, так сказать, «Новорусский дом». Казалось бы, что людям не хватает для полного счастья? У них там обычная мощность подвода – это 10-20 киловатт. Уж казалось бы, куда больше. Но домик у них уже метров 400. И насосиков в этом домике стоит уже не один, а штучки 3, 4, 5. И уже представить свою жизнь без кондиционера. Эти люди почти не могут. Кондиционер, вы будете смеяться, тоже потребляет электричество. В результате этих 20 киловатт начинает очень-очень не хватать. Практически всем. Опросите своих друзей, знакомых. Причем вот здесь «Новый русский дом», чем мне нравится. Здесь еще, если в магазине, где вы работаете, вы вдруг ловите за пуговицу вот такого покупателя, там при грамотном подходе и объяснении, ну, вот мне рассказывали, что чек там может достигать 150 тысяч рублей легко. То есть, ну, люди, у которых такая сумма обычно с собой есть, если вы ему внятно объясняете, что вы ему даете. Причем вот, скажем, здесь стоимость, сколько человек платит за киловатт-час, сколько он относит за электричество раз в месяц, как правило, не очень людей волнует. Ну, не такая большая сумма. А вот то, что у него киловаттов на дом не хватает, это очень волнует. Вот. В принципе, конечно, человек может себе купить лишние киловатты. Но, вы знаете, я не знаю ни одного места по Наспове, где подвод лишнего киловатта стоил бы меньше, чем 5000 долларов за киловатт. Вот. В хороших местах, типа рублевки, стоимость за киловатт, вот, за один киловатт мощности подвода доходит до 20 тысяч долларов. Более того, у меня есть несколько знакомых, которые там живут, которые говорят, что есть места, где это лишнее электричество нельзя купить ни за какие деньги. Ну, просто вот. Его просто нет. Вот. То есть вот вне зависимости от стоимости его просто нельзя купить. Расскажите вот этому человеку не про то, что он будет там в два раза меньше в месяц платить, или в полтора раза меньше платить. Это его мало беспокоит. Ну, как правило, в среднем. У каждого, конечно, свои проблемы. Расскажите о том, что вы ему вот экономию нескольких киловатт, а фактически, ну, добавление этих нескольких киловатт для того, чтобы сделать что-то еще. Ну, вот. Можете продать по цене там от тысячи до пяти тысяч рублей за киловатт мощности подвода. Вот. Расскажите ему об этом. Вот. И не исключено, что у вас в этот день будет чек на 150 тысяч рублей. Еще есть такое понятие, как коммерческие потребители. Это магазины, торговые центры, заводы. Ну, любой, так сказать, кто пользуется электричеством для каких-то коммерческих целей. Как правило, для коммерческих потребителей стоимость киловатт-часа не так важна. Большинство из них, ну, это относительно небольшая статья расхода. Вот. А вот мощность подвода для 90% коммерческих потребителей вопрос принципиальный. Не знаю, торговый центр хочет открыть кафешку. Ему для этого нужно лишние 20 киловатт, как минимум 15, чтобы поставить там несколько холодильников, плиту, еще что-то, еще что-то. Вот. Он не может это сделать из-за того, что у него не хватает электричества. Вот. А в офисе там вешают, не могут повесить кондиционеры из-за того, что не хватает электричества. Вот. Практически все коммерческие потребители, за очень небольшим исключением, сталкиваются с этой проблемой. Расскажите им, что энергосберегающие лампочки – это не только для того, чтобы экономить на ежемесячных оплатах, а это еще реальная возможность получить так недостающие этому потребителю киловатты. Если вам удается поймать за пуговицу какого-нибудь коммерческого потребителя, вот, расскажите ему это. Часто люди это сами по себе не понимают. Более того, масса людей думает, ну, например, «О, у меня современный торговый центр, у меня все освещение энергосберегающее». Пройдитесь по этому торговому центру, вы увидите подсветку витрин какими-нибудь галогенками. Вот. Где-нибудь в узких коридорах, в туалетах будут висеть какие-нибудь лампочки накаливания, типа там Р-63, рефлекторы на винте, тоже накаливание. Где-нибудь в бухгалтерии на столах у бухгалтеров будут стоять настольные лампы с лампами накаливания. Это в любом месте всегда можно поискать, где чего сэкономить, даже если это очень современное здание. А уж если старинное, вот. И вопрос для коммерческих потребителей нехватки электричества, он очень важный. У нас, например, некоторое время был офис в пределах Садового кольца. Ну, вы знаете, там владельцы здания с нашим руководством постоянно находились в каком-то конфликте на тему о том, что владельцы говорят, ой, у нас перерасход электричества, с нас Мосэнерго штрафы берет за этот перерасход, а вы тут типа ночью кондиционер не выключаете. Не выключить ночью кондиционер, там, ну, в этом офисе за это почти расстрел полагался. То есть там реально очень серьезная проблема, реально об этом все время говорили, и реально, так сказать, с этим постоянно приходилось бороться. Кстати, таким потребителям, как коммерческие потребители, и Новорусский дом, а сейчас уже даже часто и не Новорусские, а часто даже и нормальные, так сказать, обычные граждане пользуются кондиционерами. Кондиционер, как правило, в помещении работает полгода в году. Почему полгода? Потому что вот сейчас, например, чтобы в этом помещении стало попрохладней, в принципе, можно открыть окно. Но как только мы открываем окно, кому-то сразу начинает дуть. А кондиционер все в уголке работает, вот, и никому не мешает, вот, поэтому очень часто даже зимой пользуются кондиционерами. Вот, ну, возьмем, что в среднем кондиционер работает полгода в году. Вот расскажите, вот этим, этим, а может быть, еще каким-то потребителям, о том, что если он пользуется кондиционерами, он за электричество платит два раза. Один раз, когда лампа нагревает помещение, вот, и второй раз, когда кондиционер это излишнее тепло из помещения выводит. Это не шутка. Вот, действительно, вот, для коммерческих потребителей, для относительно состоятельных граждан, у которых есть кондиционеры, вот, реально, вот, человек, вернув лампу накаливания, вот, она у него не 100 ватт потребляет, она у него, на самом деле, потребляет 200, потому что ему еще нужно, сказать, чтобы это тепло, кондиционер вывел из помещения. Вот, это происходит как минимум полгода в году, а иногда даже больше. Рассказывайте вот эти вещи людям. Почему? Потому что масса наших сограждан, друзей, знакомых, родственников до сих пор продолжают пользоваться лампами накаливания. До сих пор массу из этих соображений не понимают. Вот, рассказывайте. Давайте немножко поговорим про торговую морковь и кола. Как это появилось, какие мы перед собой цели ставили. Когда мы, там, 7-8 лет назад решили заняться энергосберегающими лампами, мы посмотрели, решили, что тема эта интересная, коммерчески выгодная, будет активно расти в ближайшие годы. Ну, поэтому мы этим решили заняться. Но прежде чем начать делать что-то конкретное, мы походили по рынку и посмотрели, ну, не только кто что делает и с кем мы будем конкурировать, и с чем мы будем конкурировать, с какими продуктами мы будем конкурировать. Вот. А еще решили подумать, а чего мы можем сделать, ну, принести на этот рынок нового. Чего мы можем сделать такого, чего еще никто не делал. В тот момент, когда мы этим начинали заниматься, лампы были двух типов. Вот такие. Вот. И вот такие. Спиральки уже начали появляться. Это лет 6-7 назад. И два типа цоколей было. Вот такой вот, который Е-27, который обычный. И Е-14. Миньон. Редко-редко попадались какие-нибудь вот такие большие шарики. Причем они стоили каких-то несусветных денег. Там тысяча рублей за 20-ваттный шарик. Совершенно нормальная была сумма. Вот. Ну, это большой редко. Или какие-нибудь свечки попадались. Но при этом свечки тоже были размера не там 90-100 миллиметров, а миллиметров 150. Толщины там по 4,5-5 сантиметров. Ну, то есть такие бомбочки, такие свечки хорошие. Посмотрели мы на все это и решили. Да, конечно, мы будем конкурировать и с производителями спиралек и ушек. Кто не знает, эта лампа называется форма У, а эта называется спиралька. Конечно, мы будем конкурировать, но давайте мы попробуем что-то все-таки как-то подумать чуть-чуть в сторону. Мысль первая. Давайте зайдем почти в любое помещение, в любую квартиру, не знаю, куда-то еще, и посмотрим, какие там стоят светильники. В половине светильников, безусловно, лампа полностью закрыта, ее не видно. Она может быть какой угодно, лишь бы светил. Вот, неважно, да. И там вот спиральки, ушки подходят. Но, господа, вторая половина светильников, там лампа торчит наружу. Давайте себе представим, так сказать, какую-нибудь красивую, дорогую хрустальную люстру, в которую ввернуты спиральки. Да, смешно это еще мягко сказано, вот, да. Поэтому мы решили, что попробуем мы сделать так, чтобы энергосберегающая лампа была красивой. Ну, вот как раз для той половины светильников, где важно, как лампа выглядит. Второе. Вот, почему-то все потребители энергосберегающих ламп устроены одинаково. Вот, в энергосберегающих есть некая проблема. Если лампу накаливания можно сделать источник света сколь угодно маленький, единственное, что он горячий очень будет, да. Ну, взять ту же, там, пальчиковую галогенку, да, на цоколе G9. Там она вот такого размера, 100-ваттная лампа нормально работает. Ее можно сделать, там, да, совсем маленькой. Вот, то энергосберегающая, там источник света объемный, сама эта люминесцентная трубка, ее совсем маленькой делать не получается. И всех потребителей, почти всех волнует размер. Все хотят, чтобы светильник закрывался, рога не торчали, вот, из плафона, и светило поярче. Ну, 90% потребителей, вот, у них пожелание. Вот, поэтому второй пункт, который мы решили поднять на знамя эколы, это размер лампы. Кто помнит состояние по лампам 6-7-летней давности, вот, 20-ваттная спиралька вот такого вот размера, это было совершенно нормально. Третье. Ну, да, безусловно, цоколи Е14 и Е27 самые распространенные, они самые распространенные до сих пор, с этим никто не спорит, но, вообще говоря, и другие цоколи бывают, да. И уже и вот эти вот капсульные галогенки появились к тому времени, и рефлекторы галогеновые, вот эти вот, МР-16 появились к тому времени, а энергосберегайка только на Е27 и на Е14. Соответственно, третий лозунг – заменим все. Ну, давайте только в скобочках напишем, что можно. Вот. Ну, потому что вот капсульную галогенку на цоколе Ж9, да, у нас есть спиральки, ну, и светодиодные лампы есть на цоколе Ж9, но сделать их такими же маленькими, как эта капсульная галогенка, пока не удается, ни энергосберегающую, ни светодиодную, поэтому есть светильники, в которые, ну, там, вот, скажем, энергосберегающая лампа на цоколе Ж9 не влезает, просто не влезает, потому что слишком мало места. Почему я про это рассказываю? Потому что эти лозунги, они остаются важными и нужными и сейчас, вот. И сейчас стараемся мы быть впереди наших друзей-конкурентов по, вот, данным вопросам. Хотя, безусловно, конкуренты к нам подтягиваются, вот. Они, безусловно, какие-то наиболее удачные наши модели тоже начинают делать, вот, но все равно до сих пор, вот, мы с точки зрения вот этих вот трех пунктов, мы продолжаем быть лидерами, вот, в нашей стране. По моему искреннему мнению, вот, ЭКОЛА внесла очень серьезный вклад в развитие вот таких бытовых источников освещения и затейливости этих бытовых источников освещения в России. С точки зрения вот этой вот красоты, размера, универсальности энергосберегающих ламп, что вообще, так сказать, произошло, и вот что мы пытались внести на рынок, и что мы реально принесли на рынок. Вы знаете, вот, уровень затейливости бытовых источников освещения в России сейчас на порядок выше, чем в других странах. Желающие могут зайти в специализированный магазин светотехники где-нибудь в Европе и сравнить ассортимент энергосберегающих светодиодных ламп с ассортиментом, ну, например, контейнера на рынке где-нибудь за МКАДом. Ну, угадайте с трех раз, кто победит. Вот, то есть, вот, я искренне считаю, что в России вот эти вот лозунги внедрились куда больше, чем в других странах. Кроме этого, нам, на самом деле, еще удалось попутно внедрить довольно интересные и забавные стандарты. Вот, например, если говорить о лампах GX53, вот, вы знаете, ну, мы общаемся со всеми более или менее приличными заводами в Китае, которые, ну, всерьез занимаются темой GX53. Все они в один голос утверждают, что 70-80% мирового производства GX53 вот, идет в Россию. А GX53 очень разумный формат для энергосберегающих и светодиодных ламп. Вот. А Экола была первой, кто всерьез начал внедрять GX53 в Россию. Давайте поговорим про такую, я бы сказал, скользкую тему, вот, всегда вызывающую много вопросов, ухмылок и так далее, как качество. Пропустить эту тему я не могу. С другой стороны, если я сейчас буду тут прыгать и кричать, ой, какое у нас качество, любите наше качество, у нас самое хорошее качество, вы надо мной немножко смеяться будете, да? Вот. Поэтому я попробую привести некоторые доводы. Довод первый звучит немножко смешно. Называется цена. Ну, на самом деле, это не смешно. Попытаюсь вам объяснить, значит, что я под этим имею в виду. Значит, сегодня, если взять и на китайском заводе, заказать большую партию энергосберегающих лампочек, большую, это, я понимаю, ну, там, может быть, там, 200, там, 300, 500 тысяч одной модели. Это реально большую партию, да? То есть, несколько контейнеров. И сказать, хочу самую дешевую. Самая низкая цена на энергосберегающую лампу будет составлять приблизительно 0,75 доллара. 75 американских центов. Вот. Извините, что не в юанях, вот, да? Это вот, если попросить сделать самую-самую дешевую энергосберегающую лампу на большой партии. Значит, плюс, Китай далеко, вот. Ну, все вы знаете, что 90% мирового производства энергосберегающих светодиодных ламп находится в Китае. Вот. К сожалению, наши производители не в состоянии с ними конкурировать. Сколько-нибудь реально, а может, и не нужно это. Вот. Плюс, оттуда нужно доставить, нужно растаможить, да? Значит, когда это превращается, этот товар превращается в контейнер с товаром, вышедший с таможни, к нему добавляется приблизительно 0,6 доллара. Ну, не получается дешевле. Вот. То есть, это таможенные пошлины, вот, причем, на дешевых, на энергосберегающей лампе, там, каких-то там, особо, там, серых схем с таможней и так далее. Их почти не используется. Просто товар достаточно объемный, вот, относительно недорогой. Там, эти схемы, они не проходят. Одна лампочка в состоянии, грузовик вышел с таможни, стоит, правильно я посчитал? Да. Вот. Стоит доллар 35 центов. Это грузовик вышел с таможни. Дальше, его нужно сложить на склад, его нужно там отсортировать, его нужно продать дистрибуторам. Дистрибуторы должны его продать, отправить непосредственно в магазины. Вот. В магазинах стоят продавцы, которые должны этот товар продать, да. Вот. Значит, минимальная маржа в канале, вот это самый минимум, который можно себе представить на энергосберегающей лампе, составляет 50%. На самом деле, реально мы с вами работаем на марже в 100%. Но я сейчас себе представляю некоторую такую гипотетическую ситуацию, что вот хочу очень-очень дешевую лампу сделать. Составляет приблизительно 50%, минимальная маржа в канале. Что мы получаем? Приблизительно, не буду сейчас умножать точно, 2 доллара. Цена лампы на прилавке. Сколько это составляет сейчас? 62 рубля. Так вот, господа, когда я вижу на прилавке лампу, которая стоит 62 рубля, у меня в голове вот эта вот цепочка прокручивается обратно, и я понимаю, что в Китае на заводе было заказано самая дешевая лампочка, которую, в принципе, можно сделать. Наплевать на характеристики, наплевать на все, лишь бы хоть как-то светило. Не знаю, кто-нибудь из вас считает, что самая дешевая колбаса на рынке, она одновременно самая вкусная, самая полезная. Ребята, с лампочками то же самое происходит. Ну, значит, что здесь, если вы в Китае, в Китае умеют делать и качественные вещи, если просишь. Вот. Если просишь, умеют делать дешево, умеют делать дешево и неплохо, а умеют делать совсем дешево. Что это означает? Это означает, что на коробочке с лампочкой будет написано 20 ватт. Но реально там будет лежать, так сказать, лампочка, скорее всего, мощностью 13 ватт. Ну, потому что 13-ти ваттные лампочки самые дешевые получаются. Кто проверит? У кого-нибудь из вас дома есть измеритель мощности? Вот. А потом вот возникают вот эти вот истории. Ой, купил лампочку, мне сказали 20 ватт, это как 100 ваттная лампа накаливания, а она совсем не светит. Так, конечно, если ты купил вот это вот, да? То есть там в коробке будет... Значит, в нашей стране ни один контролирующий орган такие вопросы не проверяет. Вот поверьте мне. Проверяет все, что угодно, кроме вот таких вот вопросов. Более того, по-моему, даже не существует стандартов на эту тему. Там окажется 13-ти ваттная лампочка. Там окажется дешевый люминофор. Так уж сложилось, что приличную часть стоимости лампы составляет именно люминофор. Все знают, что такое люминофор? Кто не знает, поднимите руки. Ага. Ну, расскажу. Вот, может быть, кто-то еще не будет знать. Значит, энергосберегающая лампочка по сути люминисцентная, да? Ну, как вот, да? Вот. Люминисцентная лампа – это вот такая трубка, вот, которая наполнена некоторым газом, по которому туда-сюда бегают электрончики, не будем вдаваться в подробности. Вот. И в результате этого бегания этот газ выделяют в большом количестве ультрафиолетовое излучение. Вот, да? Вот. Значит, ультрафиолетовое излучение не видно глазом. На стеночках вот этой трубочки нанесен такой порошочек, который называется люминофор, и который как раз отвечает за то, чтобы вот это ультрафиолетовое излучение преобразовать в свет, видимый глазом. В частности, от состава люминофора зависит оттенок лампы, цветовая температура, цвет свечения и так далее, и тому подобное. Ну, бывает дешевый и дорогой. Значит, дешевый люминофор на самом деле приведет к двум последствиям. Во-первых, в полтора раза уменьшается светоотдача. Это еще вот к этим 13 ваттам, да? Наверняка все слышали эту историю. Купил энергосберегающие лампочки, а они совсем не светят. Вот. То есть в полтора раза уменьшается светоотдача. Дальше. Быстро выгорает. В принципе, любой люминофор стареет. Только хороший люминофор стареет, ему нужно за 10 тысяч часов он стареет на 15-20%, 30%. А плохой люминофор на 50% стареет через полторы тысячи часов эксплуатации. Я видел такие лампочки, которые вворачиваются, вроде светят нормально. Немножко поработало, все. Почти погасло. И вы наверняка видели. Значит, быстро выгорает. Третье. Плохой спектр. Он дает неправильный свет, он дает свет очень узкого спектра. Сейчас не будем вдаваться в подробности, что такое спектр. Но вот вы наверняка от покупателей слышали такое, что вот мне энергосберегающие лампочки не нравятся, потому что от них цвет какой-то не такой. Мне все время анекдот почти на эту тему вспоминается, как новый русский елочные игрушки купил, а потом с другом разговаривает и говорит, ай, черт, опять обманули. А тут что такое, игрушки некрасивые? Да нет, вроде красивые. Ну что, может, фирма плохая там, стоит дешево? Он говорит, да нет, дорогие, и фирма вроде хорошая. А чем же ты недоволен? Душу не греют, да? Вот со светом очень часто бывает такое, что вот люди говорят, вот что-то там не то, вот не пойму чего. На самом деле, как правило, это разговор о спектре. Лампа с узким спектром и с дешевым люминофором. Плохо видны краски. Краски становятся блеклыми серыми. То есть вот такая лампа светит, вроде бы светло, вроде бы книжку читать нормально, а настроение тяжелое, блеклое, серое, потому что плохо различаются, плохо видны цвета. Вот. Значит, плохой спектр излучения. Значит, дальше. Что еще в такой лампе за 75 центов? Это не шутка. Отбраковка радиодеталей. Кто немножко знаком с электронным производством, знает, что стоит машина, штампует там какие-то там сопротивления, транзисторы, еще что-то, да? А потом стоит машина, которая меряет их характеристики, которая делает следующее. Если деталька перегоревшая, ее выбрасывают в помойку. Вот. Если деталька удовлетворяет некоторым заданным параметрам, то ее кладут в хорошую и продают штуками. Вот. А если деталька вроде бы работает, но параметры у нее не соответствуют заявленным, это нормально, это в зависимости от, там, может быть, достаточно большой процент от браковки, в зависимости от ряда причин, то эту детальку кладут в отдельную кучку, которая вот, как раз вот эта вот работающая от браковка, вот, и которую, как правило, продают на вес. Ну, да? Вот. И стоят они, естественно, намного дешевле, чем те, которые хорошие. Вот. Естественно, в самой дешевой лампе будет идти от браковка радиодетали. На самом деле, это достаточно легко установить, достаточно просто померить параметры ламп из серии, если они гуляют, там, 5-6 процентов от лампи к лампе, то это нормально. Если они гуляют 20-30 процентов, все это означает, что пошла от браковка радиодеталей. Немножко другая мощность. Что, естественно, использование от бракованных радиодеталей, естественно, тоже на качестве лампи, на сроке ее службы тоже сказывается отнюдь неположительным образом. Естественно, господа, жизнь сложна, и из всякого исключения, из всякого правила есть исключения. Ну, например, может распродаваться какая-нибудь там, какой-нибудь там старый склад, там, слишком много на складе, может быть, распродажа каких-нибудь там старых моделей перед появлением новых. Естественно, исключения могут быть. И, в принципе, вот, можно купить за небольшие деньги хорошую лампу. Но все-таки исключение есть исключение. А как правило, а правило вот оно. за 60 рублей хорошая лампа на прилавке лежать не может. Просто для вашего сведения, самая дешевая лампа в ассортименте Эколы, чтобы сравнить эту цифру, стоит один доллар. Вот за эти деньги можно сделать лампу нормального качества. Возможно, сейчас эта цифра немножечко уменьшится, потому что сейчас в Китае происходит некоторое снижение общей стоимости комплектующих, но если она уменьшится, то максимум она уменьшится процентов на 10. Ну, я имею в виду, уменьшится с сохранением качества. Вот на сегодняшний день в ассортименте Эколы самая дешевая лампа стоит доллар. Давайте заодно расскажу про то, где можно халтурить в светодиодных лампах. В светодиодных лампах сейчас рынок еще менее организовавшийся, очень суетной, очень много всякой пены на этом рынке и, соответственно, очень много всякой халтуры. Значит, светодиодные лампы, давайте мы такое обозначение общепринятое для них будем использовать, LED, написанное латинскими буквами. Это означает Light Emitting Diode, светоизлучающий диод. Просто русского хорошего пока не придумали. SD мне что-то не очень нравится. Давайте использоваться пока английским. В светодиодных лампах где там можно халтурить? Значит, первое, и где халтурят активно? Вы этом можете легко убедиться. Первое, мощность лампы. Значит, если в энергосберегающих лампах разница между, например, 13-ти ваттной лампой и 20-ти ваттной лампой, она небольшая, она процентов 10, то в светодиодных лампах, вообще говоря, цена лампы почти прямо пропорциональна ее мощности реальной. Поэтому очень большое искушение сделать лампу 3 ватта, а написать на ней 6. Ну, потому что 6-ти ваттная по жизни стоит дороже, почти в два раза дороже, чем 3-х ваттная. Поэтому искушение очень большое и многие несознательные люди этим искушением очень активно пользуются. Второе. Охлаждение. Уж так устроены светодиоды, что у них есть некоторая рабочая температура, которая невысокая. Она для разных типов светодиодов может быть разная, но в любом случае она не превышает где-то 90 градусов, хотя прогресс идет. В технологии изготовления светодиодов прогресс сейчас очень активно идет. Он на самом деле реально идет всего последние 5-6 лет и идет очень активно, там многое меняется. Поэтому может быть через 2-3 года что-то станет немножко по-другому. Но в любом случае светодиод чем он горячей, тем он светит хуже. Так вот полупроводники устроены. Причем разница буквально у него есть некоторая штатная температура. Повышение этой штатной температуры буквально на 20-25-30 градусов может привести к тому что светоотдача от светодиода упадет вдвое. Не шутка. Совершенно реально. Поэтому и вы наверное обращали внимание на светодиодных лампах что всегда чуть-чуть лампочка помощнее какой-нибудь вот например ну тот же любимый рефлектор МР-16 на цоколе ЖУ-5-3 светодиодный на маломощных там может быть пластиковый корпус может быть стеклянный корпус на чуть-чуть помощнее ну например вот у Эколы сейчас до 3 ватт используется стеклянный корпус лампа чуть-чуть помощнее уже там 4,2 десятых 5,4 десятых ватта этот корпус этой лампы представляет из себя достаточно мощный алюминиевый радиатор радиатор может быть алюминиевым может быть керамическим по характеристикам по цене алюминия и керамика они приблизительно одинаковые поэтому не принципиальный вопрос вот но как только лампа становится чуть-чуть мощнее сразу на лампе появляется радиатор соответственно искушение сэкономить это взять 5-ваттную лампу запихнуть ее в пластиковый корпус и сэкономить на радиаторе алюминиевый радиатор денег стоит прилично лампа работать будет светить будет она даже не будет перегорать современная электроника она в принципе вполне сносно работает при достаточно высоких температурах ее там температура в 100 с копейками градусов почти не пугает с точки зрения надежности но в результате 5-ваттная лампа будет светить так же как 3-ваттная а зато 5-ватт продаем денег за нее берем много вот соответственно способ халтуры это экономия на охлаждение третье экономия называется на самих светодиодах непосредственно на светодиодах экономия светодиоды можно купить дешевые со светоотдачей 20-30 люменоватт светодиоды можно купить хорошие со светоотдачей 100-110 люменоватт реально экономят на качестве светодиодов Опять же, из-за этого часто слышишь, что светодиодные лампы плохо светят. Мне обещали, что 5 ватт это будет как 50 ватт, а там и светодиодики дешевенькие. И мощность не 5, а 3. И получается, что лампа потребителя не удовлетворяет. То есть непосредственно на цене светодиодов вполне можно экономить. Кстати, дешевые светодиоды вполне могут еще и обладать такой чудесной характеристикой, как плохой спектр. То есть когда вот спектр излучения от светодиода будет не совсем правильным. У ламп есть такая характеристика, как количество люмин, которое они выдают. Ну, фактически количество света, которое они выдают. Еду на выставку в Гонконг в начале ноября. Хожу по выставке, обхожу там стенды, в частности, компании, которые производят непосредственно сами светодиоды. Собираю там рекламные проспектики, просматриваю и понимаю, что по состоянию на конец ноября 2012 года все компании, которые производят светодиоды, все кричат, что наконец-то мы научились производить недорогие массовые светодиоды со светоотдачей 110 люмин на ватт. Вот они все этим хвалятся, что наконец-то. Я сейчас подчеркиваю, я сейчас говорю не о лабораторных образцах, а о недорогих массовых, которые реально используются в лампах. Более того, даже еще могут быть с большей светоотдачей, могут быть специфические светодиоды, которые... Но если говорить о недорогих массовых, то вот по состоянию на конец 2012 года светоотдача была в лучшем случае 110 люмин на ватт. Прогресс в этой области идет, может быть, через 3-4 года там будет другая немножко цифра. Но приезжая с этой выставки в Гонконге, вот с этими рекламными проспектами от всех этих крутых фирм, производящих светодиоды, и с циферкой 110 люмин на ватт, я приезжаю на выставку «Интерлайт» в Москве. И на стенде очень большой, очень уважаемой фирмы. Вижу большой плакат, в котором указано, что их лампа дает 160 люмин на ватт. Обычная лампа-груша. Более того, там эти светодиоды, они не на улицу торчат, они закрыты матовым стеклом. А матовое стекло, ну, для понимания, это по минимуму, ну, 10, а скорее 20% света убивает, да. Хорошее матовое стекло 20% 20% убивает. Я еще, правда, эту лампу не щупал. Пластик убивает все процентов 30. Вот, матовый пластик. Значит, хотелось подойти к ребятам, я сейчас не буду говорить, какая фирма, но поверьте, достаточно крупная, достаточно известная на рынке фирма. Вот, хотелось подойти к ребятам, спросить, что вы на этой выставке делаете, вам надо срочно бежать за Нобелевской премией. Вот, если вы смогли сделать лампу со светоотдачей 160 люмин на ватт, когда КРИ только налазен у производства массовых светодиодов 110 люмин на ватт. Вот, или у вас там как-то ватт за двое идет, я не понимаю, да. Вот, очень много вот с этими люминами. До такой степени много передергиваний, вот реально, ребят, что мы в эколе, мы в какой-то момент приняли решение люмины на лампах не писать. Может быть, мы изменим это решение когда-нибудь, но на сегодняшний момент, вот на том, что творится на рынке, вот, понимаете, если мы напишем правду, то мы будем очень бледно выглядеть. Правда находится в районе, на сегодняшний день, хорошая, качественная лампа с хорошими светодиодами, вот, под матовой крышкой, где-то до 85, да. Под прозрачной, ну, да, там, 70, ну, где-то до 85. Под прозрачной, это где-то, ну, опять же, хорошая лампа с хорошими светодиодами, это, ну, 90-95 под прозрачным стеклом. Вот, если совсем без стекла, то можно получить 110. Если мы правду напишем на лампе, мы будем очень бледно выглядеть перед этими товарищами, вот, нам все будут говорить, а что это у вас лампа так слабо светит? Вот у них 160 люмин на ватт, а у вас всего 80. Вот, поэтому мы в какой-то момент просто приняли решение, что мы люмин писать не будем. Мы будем писать, что там лампа по мощности, там, приблизительно соответствует вот такой-то лампе накаливания, или, может быть, вот такой-то лампе энергосберегающей. Вот, и, как правило, кстати, стараемся писать на коробочках правду. Вот, но непосредственно люмин писать не будем. Врать не хочется, а если писать правду, мы будем выглядеть слишком бледно. Вот, а это вот про то, где можно халтурить в светодиодах. Ну, ладно, мы на самом деле, мы с вами начали говорить про качество, мы с вами начали говорить про качество эколы. Вот, ну, вот я вот некий, какое-то такое лирическое отступление о том, во что можно превратить нормальную хорошую лампу, да, при желании. При желании серьезной экономики. Давайте мы еще немножко про качество экола поговорим. Значит, качество. Ну, пункт первый у нас был цена, которая не должна быть слишком низкой. В общем, пункт два. Мы очень приличную часть серийного тиража ламп тестируем в Москве. На сегодняшний день тестируется где-то приблизительно 30-40% всех ламп, которые продает Экола. Это реально происходит. Кто не верит, мы готовы устроить экскурсию в цех, где это происходит. Ну, правда, слово «цех» может быть не стоит произносить так торжественно. Это может быть где-то там 100 квадратных метров помещения, где-то, ну, такого вот размера, да. Но реально там работает порядка десятка человек, которые реально лампочки достают из коробочки, ввинчивают в стенды, некоторое время горят, выключают, потом еще включают. То есть этот процесс идет. Все лампы, которые проходят тестирование, реально тестирование, вот вы можете открыть каталог. Здесь в уголочке есть такой вот маленький кружочек, вот, да, на котором написано предпродажное тестирование. Все лампы, которые тестируются в Москве, на них клеится вот такой кружочек. На лампы, которые не тестируются в Москве, такой кружочек не клеится. То есть к вам могут поступать лампы и такие, и такие, потому что процентов там 60-70 мы в Москве не тестируем. Что это нам дает? Подобное тестирование в Москве, вообще, как мы тестируем лампы? Каждая пришедшая партия ламп, под партией понимается, ну вот, то, что единомоментно делали на заводе, на конвейере, так сказать, вот, да, то есть вот там какие-нибудь спиральки, может сегодня что-то прийти, а вот то, что придет через там два месяца, это будет уже новая партия этих спиралей, да? Вот, каждая партия ламп, из нее берется одна-две тысячи штук и тестируется. Из каждой вновь пришедшей партии. И тестируется. Значит, если в партии процент брака на энергосберегающих лампах получается больше одного процента, то вся партия этих ламп ставится на полное тестирование. На самом деле, даже, как правило, когда там 0,9 получается, тоже ставится, вся партия этих ламп ставится на полное тестирование. На светодиодных лампах если процент брака составляет больше, чем 0,5%, то вся партия ламп ставится на тестирование. Откуда вот такие цифры? Один процент, полпроцента? Ну, все мы знаем, что на самом деле к небольшому браку, бою все относятся вполне с пониманием, вполне нормально. Это товар недорогой, мелкий, покупателю всегда можно заменить, поэтому делать его с какой-то абсолютной надежностью смысла не имеет. И вот цифра в полпроцента, в один процент, она кажется вполне разумной по уровню брака, разумный компромисс между отсутствием брака и ценой. Почему разные цифры для энергосберегающих светодиодных? Ну, потому что нам показалось, что светодиодные лампы, они сейчас стоят дороже, и ожидания покупателей к отсутствию брака на светодиодных лампах, они немножко выше, чем на энергосберегающих. Что нам это дает? Ну, во-первых, если брак оказался там полтора или два процента в изначальной партии, естественно, мы его из этой партии, мы его ставим всю эту партию на тестирование, мы его вычесываем. Но самое главное, что это нам дает, это возможность вылавливать массовый брак. Дело в том, что современное массовое производство устроено таким образом, что вот каким бы завод ни был хорошим, каким бы он ни был распрекрасным, как бы там не было все чисто, красиво и так далее, периодически он выдает некоторые косяки. Этот косяк может быть производственный, этот косяк может быть инженерный, какие-то ошибки в проектировании. Всякое бывает. Когда мы с вами в интернете читаем о том, что Toyota отозвала миллион автомобилей, это как раз некий такой случай массового брака, когда возник некий косяк, несмотря на то, что все мы прекрасно понимаем, что у Toyota очень хорошие заводы, вот, но периодически они там раз в год там, раз в два года мы такое сообщение слышим, что проскочил некий косяк в заводе. Мы тоже работаем с очень хорошими заводами, большинство из этих заводов в том числе делают лампочки там для Осрама, Филлипса, General Electric, вот, да, мы стараемся работать с хорошими заводами, но периодически все-таки что-то всплывает. Раз в год там, два раза в год. Вот это вот тестирование в Москве дает нам возможность львиную долю случаев массового брака вылавливать здесь, в Москве. Соответственно, отправлять эту партию, партию товара на полное тестирование, вот, соответственно, если этот брак не носит глобального характера, ну, я не припоминаю случаев, что брак носил глобальный характер, что там всю партию надо списывать, вот, мы этот брак вычесываем, соответственно, к вам попадает товар более высокого качества. Вот, это вот, ну, так сказать, про качество. Какие-нибудь ухмылки на тему о том, что вот я рассказываю, мы реально этого не делаем, ради бога, желающие, можем устроить экскурсию, вот, без проблем. Вот, третье. Я, я, вот кто-нибудь знает, вот, кто-нибудь из наших конкурентов в России, расскажите мне, просто для моего любопытства, делает вот такую же операцию для повышения качества продукции. Что-то я сильно сомневаюсь в этом, я не слышал об этом. Вот, если кто слышал, расскажите, мне правда интересно. Третье. Мы работаем на сегодняшний день приблизительно с восьмью заводами. И это количество увеличивается. Что это означает с точки зрения качества? Это означает, что все более или менее массовые модели, мы можем производить как минимум на двух, а иногда даже на трех заводах. Вот, соответственно, если кто-то из заводов начинает где-то подхалтуривать, то мы можем достаточно быстро перенести производство на другой завод. Заводы – штука инерционная. Кто-то умеет лучше делать то, кто-то умеет лучше делать это. Соответственно, мы выбираем, что данный завод умеет делать лучше и дешевле. Я, опять же, не знаю никого из наших конкурентов, кто по лампе, подчеркиваю, именно по лампе, работал бы с таким количеством заводов. Это да, это немножко хлопотно, это вызывает некоторые проблемы, зато мы имеем возможность быстро маневрировать. Более того, мы это делаем. Например, за вот эти вот пять лет мы в какой-то момент из-за определенных претензий по качеству мы отказались от услуг пары заводов реально, без всяких шуток. То есть работаем с большим количеством заводов. Так, какие-нибудь вопросы про качество есть? Может быть такое, что при хранении вот именно у КЛЛ-лампочек теряется качество предоставленного хранения на стадии? Теоретически да, но практически современная электроника не особенно стареет от просто хранения. В принципе, ну вот, скажем, электроника там 30-летней давности, там реально там некоторые вещи, ну просто после там 10 лет хранения можно было смело выбрасывать. Вот, да. Современная почти нет. Хотя, с другой стороны, ну вот, я не очень хорошо знаю, не совсем уверен в своем ответе, а плохо знаю этот вопрос. Что-нибудь еще какие-нибудь вопросы про качество? Или все уже совсем заснули? Давайте я спляшу, что ли? То есть, про качество на самом деле хорошо расписали, но качество и укол страдает даже в таких каких-то вещах неожиданных, да? Я непосредственно как бы там закупщик крупной компании, да, потребитель вашего. Вот, и непосредственно занимаюсь браком и обменом брака. Вот смотрите, даже вот компактные лампы вот эти, да, вот у них даже, знаете, до того доходит, что у них дуги закреплены так, как будто они закреплены, ну извиняюсь, там не на жвачку, а вообще там и что. Все берешь в руку и не жмешь ничего там, вот, и дуга все, дуга полетела. Вы будете смеяться. На самом деле в хорошей энергосберегающей лампе дуга должна не жестко крепиться к корпусу. То есть она должна, вот если ее шевелишь, она должна слегка шевелиться. Это дает возможность там из, ну как это, избавиться от некоторого количества боя, потому что чем жестче предмет, а если стеклянная, а если она крепится мягко, то тот же удар может ее не разбить. У нас есть статистика по всем обменам. У нас есть по всем обменам поддерживается статистика. Вот. На самом деле цифра того, что мы выплескиваем на вас и то, что вы потом у нас меняете, вот, реальная цифра вот по всему ассортименту эколы где-то полпроцента. Это хорошая цифра. Вы знаете, дело в том, что, значит, мы, у нас действует следующая схема обмена брака. Мы получаем от вас некий акт со списком бракованных ламп. Более того, мы всегда просим именно список, потому что нам надо ввести статистику, если где-то что-то начинает. Кстати, вот один из пунктов, который бы я сказал про качество, это то, что мы по возможности стараемся не делать таких вот операций, типа, вот вам там один процент, и это типа весь брак, забудьте про него. Это классно, это всем очень удобно, вот, но при этом статистики по браку никакой. И как-то улучшать качество невозможно, ты не знаешь, что происходит. Дело в том, что все знают, что воровство, особенно мелкое, является в нашей стране национальным видом спорта. Часто люди это делают даже не из-за того, чтобы что-то там поиметь лишнее, а просто потому, что не могут по-другому, потому что так надо. И мы несколько раз в нашей жизни с лампочками сталкивались с такой ситуацией, что на брак списывается мелкое воровство. То есть вот какая-нибудь там, скажем, небольшая сеть магазинов. Ой, у вас 3% брака, 4% брака, а мы же знаем, что у нас нет такого брака. У нас реально, у нас вот каждый акт, полученный от вас, у нас вводится в учетную систему. Мы все эти цифры видим с этим браком. Я вам могу сказать по любой модели, сколько, так сказать, было продано и сколько из этого брака получилось. Мы реально видим все эти цифры. А я же вижу, что не может быть 4-5% брака. Это, кстати, не шутка. Если кто-то сидит из начальников, говорим, ладно, слушай, что-то у тебя зашкаливает. Давай-ка ты нам ближайшие полтора месяца будешь весь брак возвращать. Ну, там начальник, владелец этой небольшой сети магазинов говорит, ну, там нормальные отношения, никто не ссорится. Он говорит, ладно, давай. Количество брака уменьшается до 1%. Очень часто на брак списывается мелкое воровство. То есть, не когда там коробками швыряют, а когда, о, теща лампочку просила, спешу-ка я ее на брак. Реально, мы с этим сталкивались, там, за 6 лет мы с этим сталкивались несколько раз, причем простой эксперимент, когда ты вот с директором этой фирмы говоришь, ну, слушай, давай мы месячишка повозвращаем, живьем повозвращаем этот брак и посмотрим, что будет. Количество брака падает в разы. Тоже надо учитывать такой фактор. Еще я вам расскажу, так сказать, там, про срок службы лампочек, там тоже нужно будет еще один фактор учитывать при определении количества брака. Что еще хорошего сказать? Вы знаете, вы можете давать гарантию от себя, во-первых, закладывать это в стоимость. Реально, год гарантии при бытовом использовании лампы, это закладывать надо 3-4%, не так много. У нас есть статистика по некоторым нашим партнерам, которые это делают, и на год гарантии нужно закладывать 3-4%. Вот. Давайте я попозже про это расскажу, ладно? Следующая у нас такая большая тема, которая носит название «Мифы о вредности». Я в свое время был реально поражен тем, что вот в Яндексе там можно посмотреть, какие запросы с какими словами, какие самые популярные запросы, ну, например, второе слово или третье слово. Так вот, со словосочетанием энергосберегающей лампы на первом месте по популярности стоит запрос со словом «вред». Ну, в разных там вариантах, там, вред от энергосберегающих, там, вредность энергосберегающих, но это самый популярный запрос в Яндексе со словосочетанием энергосберегающих ламп. Самый распространенный миф о вредности энергосберегающих ламп, это то, что в них содержится много ртути, и это очень-очень вредно. Миф имеет под собой вполне реальное обоснование. Действительно, в люминесцентных лампах, в том числе и в компактных люминесцентах, ртуть содержится. Более того, если брать технологии, скажем, 30-40-50-летней давности, когда были только вот такие линейные люминесцентные лампы, трубки, в них содержалось 30-40-летней давности, в них содержалось порядка полграмма ртути. В линейных люминесцентных лампах, в соответствии с технологиями 30-40-летней давности, содержалось порядка полуграмма ртути. Это действительно довольно много, да, в одной лампе, да. Это действительно довольно много. Ртуть действительно достаточно вредное вещество. В СССР существовала система утилизации люминесцентных ламп, увидеть их на помойке было почти невозможно, крайне редко кто-то втихаря выбрасывал. Самое обидное, что вот эти лампы с большим содержанием ртути выпускаются до сих пор. В современной энергосберегающей или если иначе называть компактной люминесцентной лампе содержание ртути составляет 2-4 миллиграмма. То есть больше, чем в 100 раз, меньше, чем в старинной линейной люминесцентной лампе, которую выпускают до сих пор. Я не хочу ругать все линейные люминесцентные лампы трубки, потому что хорошая современная лампа, в ней тоже такое же содержание, несколько миллиграмм. Но, к сожалению, вот такие лампы выпускаются до сих пор. Значит, 2-4 миллиграмма, это больше, чем в 100 раз меньше. Но как нам понять, все равно много или это или мало. Давайте попробуем. Ртутный градусник, каждый из нас как минимум раз в жизни его разбивал. Я сильно подозреваю, что многие и не раз в жизни его разбивали. Это предвидительно 2 грамма ртути. То есть, чтобы получить концентрацию эквивалентную одному разбитому ртутному градуснику, нам нужно тщательно закрыть окна и двери и быстро расколотить 500, а то и 1000 энергосберегающих лампочек. Именно расколотить. Потому что ртуть там находится внутри вот этой трубочки люминесцентной как раз. Ртуть, содержащей газ. Почему-то никому в голову не приходит запретить выпуск ртутных градусников или люминесцентных ламп по устаревшей технологии. Все кричат про энергосберегающие. Чувствуете уже такое некоторое несоответствие намечается, да? Ртутный градусник, старинная лампа. Дальше, как понять вот 2-4 миллиграмма ртути, если мы разбили энергосберегающую лампу, насколько это вредно? Я, например, могу сказать, что, вот знаете, вот алкоголь тоже вреден. И вы сейчас все вот здесь сидите и напряженно дышите парами алкоголя, вот, вы сейчас здесь сидите и напряженно дышите парами алкоголя, потому что я вчера за ужином выпил банку пива. Что-то мне подсказывает, что не я один из присутствующих здесь. Вы сидите дышите парами алкоголя, но это не кажется вредным, да? Господа, для того, чтобы понять, что вредно, что не вредно, давным-давно придумали нормы ПДК. ПДК это нормы, предельно допустимая концентрация вредных веществ в окружающем нас с вами мире. Они стандартизированы, они узаконены, вот, и все, что выше нормы ПДК, норм ПДК вредно, все, что ниже, вроде как, не очень. Разбивание одной 20-ваттной энергосберегающей лампочки в комнате площадью 20 квадратных метров не приводит к превышению норм ПДК. по кратковременному содержанию паров ртути в помещениях. Официально узаконено, сказано в нормах ПДК, что вот эти 2,4 миллиграмма, вот, в них нет ничего страшного. Естественно, если вы случайно разбили, именно разбили, энергосберегающую лампочку, действительно лучше помещение проветрить, но полезного ничего в ртути нет, но норм предельно допустимой концентрации не превышается. Кстати, в многих современных энергосберегающих лампах используется некая технология, когда ртуть находится в связанном состоянии, обычно это такой с полмиллиметра такой мягкий шарик внутри, он еще иногда болтается и слегка гремит внутри колбы. Вот, там ну и по мере работы лампы из него там эта ртуть выделяется и используется. Вот, в них это в них в газообразном состоянии ртуть совсем в маленьких количествах присутствует. Вот, в лампах сделанных вот по этой технологии, когда ртуть в связанном состоянии. Вот. Какие-нибудь вопросы про ртуть есть? клиентам надо это объяснять. Реально много людей не хотят использовать энергосберегающие лампы, потому что считают их вредными. Какой еще миф о вредности кто-нибудь знает? Моргают. Моргают, да. Значит, второй миф о вредности распространенный о том, что они моргают, но моргают имеется в виду не так, как вот, например, линейная люминесцентная лампа при включении там загорелась, потухла, загорелась, потухла, да, то есть вот не так вот моргают. А моргает имеется в виду не так, что она там включилась, выключилась, включилась, выключилась, вот, А имеется в виду пульсация на частоте 50 Гц, которую мы имеем в сети. 50 Гц. Сказать, что это как-то сильно вредно, ну, знаете, всю жизнь мы все жили под этим. Но действительно есть серьезные исследования и серьезные основания считать, что это увеличивает утомляемость, немного влияет на зрение. Кто особо чувствительный, может голова начать болеть из-за этого. Хотя, подчеркиваю, все мы с вами много лет сидели под лампами, которые с такой частотой мерцают. Частота – это глазом невидимая. То есть вы не можете глазом понять, что глаз видит максимум где-то в районе 20 Гц. Ну, может быть, 25. Но действительно оказывает определенное влияние на наше состояние. МИФ тоже основан на технологиях 30-40 летней давности. Светильники с линейно-люминесцентными лампами, с электромагнитным, ПРА – это пускорегулирующая аппаратура. Они действительно дают моргание на такой вот чистоте, невидимой глазом, но слегка вредная. В отличие от современных светильников с электронным ПРА. Как их отличить? Отличить их на глаз очень просто. В светильниках с электромагнитным ПРА всегда есть такая деталька. Так вот я рисую почти в натуральную величину. Вот такой цилиндрик с двумя ножками, который называется стартер. Ножки у него такие, грибочками. Вот, который называется стартер. В светильниках с электромагнитным ПРА он всегда имеется. Более того, его легко найти. Его, как правило, ставят так, чтобы его было легко заменить, потому что это самая перегорающая деталь в светильнике. Вот, поэтому, как правило, он либо просто виден, либо надо там одну крышечку снять, вы сразу увидите вот этот вот стартер. Если есть, то мигает. Светильники с электромагнитным ПРА производятся до сих пор. Почему? Потому что они самые дешевые. И когда люди даже в новых зданиях их часто ставят, когда люди не задумываются о том, какое у них будет освещение, а строителям говорят, вот вы там поставьте как надо, чтобы у нас все было хорошо. Строители, естественно, ставят самые дешевые. Самые дешевые с электромагнитным ПРА. В современные светильники, там стоит электронный ПРА, который мигает на частоте от 3 до 30 кГц, в зависимости от модели. Я ни разу не слышал о том, чтобы пульсация на такой частоте была сколько-нибудь вредна для наших глаз, здоровья, не знаю чего еще. Ни разу не слышал о том. Теперь вернемся к обсуждаемым энергосберегающим компактным люминесцентным лампам. Дело в том, что энергосберегающие лампы бывают только с электронным ПРА. Там просто нет места, чтобы поставить электромагнитный ПРА. Электромагнитный ПРА, он еще большой, по жизни крупный. Поэтому они бывают только с электронным ПРА. Соответственно, мигают на высокой частоте, которая абсолютно не вредна. Миф о вредности номер три. Это то, что энергосберегающие лампы дают противное, вредное ультрафиолетовое излучение. Помните, я вам рассказывал, что в люминесцентной лампе там трубочка, внутри бегают электрончики, которые действительно дают ультрафиолетовое излучение, которое люминофором преобразуется в видимый свет. Действительно, внутри лампы ультрафиолетовое излучение навалом. Ультрафиолетовое излучение не то чтобы вредно, в маленьких дозах оно даже полезно. Нам рекомендуют иногда загорать под солнышком, но не перебарщивать. В маленьких дозах даже полезно. Но те, кто говорят про этот миф, забывают одну очень важную вещь. Дело в том, что обычное стекло почти насмерть не пропускает ультрафиолет. Ну, почти вообще. Да, существуют специальные лампы, которые делают из специального стекла. Иногда там называют ультрафиолетовые лампы, кварцевые лампы. Их делают из специального стекла, которое пропускает ультрафиолетовое излучение. Они используются в соляриях, они используются в тех же больницах. Ультрафиолет обладает бактерицидными свойствами. Ультрафиолетовые лампы используются для растений, лучше растут, как под солнышком, рыбаками иногда подсвечивают. Но обычные лампы делают из обычного стекла, потому что оно тупо сильно дешевле. И поэтому это обычное стекло ультрафиолет практически не пропускает. Кто не верит, может попробовать в солнечную погоду позагорать за закрытым окном. Ничего кроме тепла вы не получите, загара не будет. Дальше идут разговоры о том, почему какие-то люди говорят, что им не нравятся энергосберегающие лампы, почему они не хотят их использовать. Самый распространенный ответ – это потому, что энергосберегающие лампы светят голубоватым холодным светом. Это очень тяжело, в это тяжело поверить в аудитории, которая профессионально занимается лампами. Но мы проводили опросы в магазинах. Реально, покупатели, даже которые покупали, им задавался вопрос. А вот что вам не нравится в энергосберегающих светодиодных лампах? Значит, больше 50% говорят о том, что им не нравится вот этот голубоватый холодный свет. Мы с вами все прекрасно знаем, что есть 2700, как лампа накаливания, есть там 4000, это, естественно, белый, есть 6000. Так вот, большинство людей, которые профессионально этим не занимаются, искренне уверены, что теплых энергосберегающих ламп не бывает. Поэтому я всегда продавцам в магазинах рекомендую одну из первых вещей, которые нужно говорить клиентам, это говорить им, что у нас есть энергосберегающие светодиодные лампы такого же оттенка, как лампа накаливания. У вас с точки зрения освещения ничего не поменяется. Вот эта вот цифра 50%, желающие проверить, можете поспрашивать своих друзей и знакомых на эту тему. Вы ее получите. На самом деле, для специалистов это удивительно, что люди таких простых вещей не знают. Но вот, к сожалению, жизнь такова, что большинство людей действительно не пользуются энергосберегающими лампами, потому что у них голубоватый холодный свет. Давайте немножечко попутно поговорим про цветовые температуры, которые бывают. Вот, да, 2700К, 4000К, 6000К. Ну, понятно, плюс-минус. 2700 от 2800 на глаз отличить очень тяжело. Вот здесь, так сказать, что-то побольше, что-то поменьше. Первое, значит, ну, 2700К традиционно называется теплый белый. Вот, и еще раз подчеркиваю, вот покупателям с улицы, не специалистам обязательно говорите, что такие лампы бывают. И что они, как лампа накаливания. Большинство людей этого не знают. 4000К часто называют холодный. Не люблю этого слова. Дело в том, что слово холодный, оно в русском языке имеет откровенно негативную окраску. За исключением, может быть, нескольких случаев, там, мороженое, водка, пиво, да, все остальное, вот, представь, холодный, холодный дом, да, там, холодный пол, не знаю, холодная женщина, да, так сказать, вот. К чему не представь, все время негативная окраска, да, у слова холодный. Вот, это раз. Вот, во-вторых, слово холодный свет порождает у людей моментально ассоциацию в голове, такой вот холодный свет, значит, дешевый кафель на стенах, больница, морг. То есть, вот, четкая ассоциация в голове. Это, кстати, правильная ассоциация, потому что, действительно, в больницах часто свет, он очень холодный, потому что там используют ультрафиолетовые лампы для того, чтобы, для бактерицидных целей. Вон там, вместе с обычными люминесцентами еще ставят ультрафиолетовые, чтобы, для бактерицидных целей. Второй вариант названия. Дневной свет. Казалось бы, уже тоже ничего отрицательного, но, к сожалению, в сочетании со словом лампа, вот, лампа дневного света, опять, очень четкая уже выстроенная ассоциация. Дешевый кафель на стенах, больница, морг. Вот, то есть, вот, к сожалению, дневной свет уже заездили тем, что, вот, тоже не нравится. Лучше использовать словосочетание «естественно-белый». Тем более, что это правда. На самом деле, освещение на улице в слегка пасмурную погоду, когда так, облачка, но не все небо затянуто, оно как раз приблизительно соответствует вот четырем тысячам КАР. Вот эта лампа четыре тысячи КАР на потолке. Шесть тысяч КАР. Опять хочется сказать слово «холодный», но мы его не любим. Вот, давайте какой-нибудь... Здесь какое-то время назад было придумано вполне хорошее, вполне нормальное обозначение – это яркий белый. Кому непонятно, можно объяснить, что это приблизительно соответствует освещению на улице в ясную погоду. В ясную погоду под голубым небом на улице приблизительно 5500 КАР. Можно в справочниках посмотреть. То есть, шесть тысяч КАР как раз соответствует хорошей ясной погоде. Теперь давайте, как, где используется. В домашнем освещении. Освещение. Во всяком случае, по статистике ЭКОЛА. Как продается ЭКОЛА. На две таких лампы, на две лампы с температурой 2700 КАР продается на сегодняшний день приблизительно полторы с температурой 4000 КАР. Вот, года три назад здесь стояла цифра один. Меньше было. Народ начинает потихоньку привыкать к, естественно, белому освещению. И, не знаю, там, одна десятая ламп с температурой 6000 КАР. Почему? Как это можно объяснить? В свое время я прочел некую статью на эту тему, потом сам начал наблюдать. И действительно убедился в том, что это соответствует действительности. Дело в том, что мы живем в холодной стране, и у нас понятие комфорта, расслабухи, отдыха, оно ассоциируется именно с теплым освещением. Ассоциируется с теплом, с теплым освещением. Горит там, не знаю, печка, камин, так сказать, свечка. У нас тепло, нам хорошо. Так что мы с вами живем в холодной стране. И поэтому у нас продается больше теплых ламп для домашнего освещения. Если говорить о жарких странах, то, например, я достаточно часто бываю на юге Китая, там достаточно жарко практически весь год. Там, наоборот, у людей комфорт, отдых, расслабление ассоциируются с прохладой, с холодом. Ну, вот у них чем холоднее, тем комфортнее. И вот если, например, в Китае смотришь на жилой дом, там все окошки горят 6000-й температурой. Редко-редко попадается не 6000. Просто вот на окошки смотришь дома, все 6000-й горят. Более того, я даже скажу такой прикол, что если в холодных местах нашей страны соотношение идет... Давайте я вот здесь поставлю палочку. Соотношение идет приблизительно 2 к 1 для домашнего освещения. То стоит отъехать куда-нибудь в район Краснодара, Сочи и так далее, там уже соотношение меняется приблизительно один к одному. То есть даже на расстоянии тысячи километров южнее уже люди начинают больше любить более холодный свет. Значит, коммерческое освещение. Офисы, цеха и так далее и тому подобное. Здесь соотношение меняется в прямо противоположную сторону. 2 700 к любят 0,5, при этом 2 любят 4000 к и 1 любят 6000 к. То есть при коммерческом освещении люди предпочитают более холодные цветовые температуры. Почему? Потому что дома нам нужно, чтобы было тепло, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть и так далее. А когда мы приходим в офис, нам нужно, чтобы освещение стимулировало нас к трудовым свершениям, к работе, не давало засыпать и так далее и тому подобное. Оно должно быть ближе к естественному дневному. Днем люди не спят. И, соответственно, идет смещение, сторону освещения близкого к дневному, к более холодным цветовым температурам. Есть на самом деле еще один цвет. И есть еще одна цветовая температура, которую мы сейчас достаточно активно внедряем, которую называем словом «золотистой». Многие из вас видели наши энергосберегающие лампочки золотистые, которые потом после нас начали делать наши конкуренты. Сейчас у нас появились светодиодные лампочки золотистые. И более того, мы увеличиваем ассортимент золотистых лампочек. Но еще это за цветовая температура. Это цветовая температура еще более теплая, чем теплый белый. Это цветовая температура, хотя я очень не люблю этой фразы, она выглядит напыщенно, но это соответствует приблизительно цвету натурального огня. То есть, например, яркий костер, свечка, они горят приблизительно как раз цветовой температурой, которой мы делаем лампочки. Мы начали с экспериментов в области золотистых лампочек. Вроде бы они, так сказать, более или менее пошли, сейчас начинаем расширять ассортимент. И кроме этого, я еще обнаружил забавную вещь. Вот стоя в магазине и общаясь с покупателями, ты покупателю говоришь, у нас есть теплый белый, как лампа накаливания. У вас в освещении ничего не изменится. Покупатель на это смотрит и говорит, ага, да, классно. Но вот показываешь ему лампочку 2700К, он говорит, так, отлично. Слушайте, а нельзя еще чуть-чуть потеплее? Вот на самом деле эту фразу в магазине произносит почти каждый третий покупатель. Вот, не знаю, купит, не купит, но во всяком случае, по тем моделям, которые у нас сейчас есть, у нас соотношение приблизительно такое, вот такое вот, если вот эти цифры сравнивать, то здесь где-то приблизительно единица. Продажа ламп для бытового домашнего использования. Мы с вами еще посмотрим, я вам еще покажу их живьем, эти лампочки, чтобы вы поняли, что такое золотистые. Но рекомендую обращать внимание на вот этот вот факт. Потому что вот сам стоял в магазине, и действительно люди спрашивают. Еще более теплую цветовую температуру, чем золотистые. И продается она. Это достаточно новая вещь, она сейчас есть только у нас. Ну, светодиодные лампы, энергосберегающие-то золотистые уже начали делать, а светодиодные лампы золотистые делают только Экола. Ну, вот то, что касается цветовых температур, еще часто бывает такой покупатель, который говорит, а я не знаю, какой мне больше нравится, а какой вы посоветуете. В этой ситуации, ну, советовать очень сложно, на вкус цвет товарищей нет. Вот, но обычно имеет смысл спросить, спросить, в каких оттенках интерьер, помещение. Если интерьер в теплых, коричневые, желтые, там, и так далее, красный, вот, то лучше использовать теплые лампы. Если интерьер холодный, то есть черный, какой-нибудь там хромовый, белый и так далее, то хорошо будут смотреться лампы с цветовой температурой 4 тысячи. 6 тысяч, честно говоря, я бы, ну, во всяком случае, в нашей полосе, не знаю, может быть, товарищи из Краснодара меня поправят, но 6 тысяч, честно говоря, тяжело рекомендовать при тех предпочтениях, которые у нас существуют в нашей стране. При опросах покупателей выяснилось, что очень многих раздражает такая вещь, что энергосберегающие лампы медленно разгораются. Скорее всего, людей это раздражает по той причине, что это немножечко просто непривычно. Привыкли, лампы накаливания зажигаются сразу. Люминесцентные лампы все, это включает линейные люминесцентные лампы, они все разгораются не сразу. Некоторые быстрее, некоторые медленнее, в зависимости от конкретных моделей, типов, используемых технологий. Но все они разгораются достаточно постепенно. И какое-то количество покупателей говорят, что их это раздражает. Этим покупателям, во-первых, можно сказать, а давайте подумаем, вот вас это раздражает. Вас это раздражает, потому что это непривычно. Давайте рассмотрим ситуацию, когда вот это действительно неудобно. Вот я, например, вхожу в квартиру, да, включаю свет. Я что, сразу газету читать? Да не, я ботинки там снимаю, пальто, да. За это время там лампы нормально разгорятся, да. К тому же вы пользуетесь энергосберегающими лампами. Если вы выходите из помещения на, не знаю, 5 или 10 минут, можно вообще, говоря, света не гасить, чтобы потом не мучиться, как медленно он разгорается, да. С другой стороны, есть вполне конкретные, так сказать, там, примеры можно привести, когда, наоборот, очень противно, когда лампа сразу зажигается. Ну, не знаю, ночью просыпаешься, по делам сходить, да. Вот, выключатель включаешь, тебе бах-бах, из темноты по мозгам, да, сразу полной яркостью. Вот, ну, вот как-то это вот, да. То есть есть ситуации, когда это, наоборот, очень даже полезно. Вот. В кинотеатрах, например, как раз именно из этих соображений посвящение всегда включают постепенно, а не сразу. Вот, чтобы из темноты не переходить сразу в яркое. Поэтому я бы вот это вот медленно разгораются, я бы человеку сразу говорил, а, это плавный поджиг. Это преимущество. Ага. А чувствуете акценты, да? Здесь есть что-то плохое, да. А здесь вот то же самое сказано, но вроде как тебе что-то еще дают даже, да, бесплатно, да. Вот. Вот. И вполне можно говорить, что там эта лампа с плавным поджигом. Вот. Тем более, что почти все люди убеждены, что если нечто включается не сразу, а постепенно, то оно от этого дольше работает и дольше живет. Так что это вещь очень хорошая. Вот. Если уж человеку насмерть раздражает плавный поджиг, ну, у нас сейчас с вами уже появилось, три года назад этого не было, а сейчас уже появилась реальная альтернатива, это светодиодные лампы. Они загораются моментально. Вполне человек может эту проблему лично для себя решить, купив светодиодные лампы. Из-за чего не нравятся энергосберегающие лампы? И светодиодные, кстати, тоже. И светодиодные тоже. Мигают в темноте. Все видели этот эффект? Кто видел? Поднимите руки, как лампа. О, почти все. Как лампа мигает в темноте. То есть она иногда мигает с частотой раз в секунду, иногда бывают случаи, мигает с частотой раз в 15 секунд. Светодиодные лампы, часто даже им еще меньше энергии нужно, чтобы что-то видимое загорелось. Светодиодные лампы начинают гореть таким неровным светом, как свечка на ветру колышущаяся. Даже не мигает, а уже почти горит. Как правило, это мигание, оно едва заметно. Увидеть его можно только, когда в помещении темно. Более того, как правило, увидеть его можно только, когда смотришь непосредственно на лампу. Стоит от нее отвернуться, оно уже незаметно, оно уже не освещает комнату, а видно только, что сама лампа подмигивает немножечко. Эта проблема достаточно часто. И на самом деле здесь покупателю нужно давать советы, как эту проблему решить. Но прежде чем мы начнем перечислять советы решения этой проблемы, давайте поймем, откуда она берется. Нарисуем такую простенькую схемку. Это лампа. Это выключатель. Это сеть 220 вольт. Поднимите руки, кто из вас знает, чем фаза от нуля отличается? Раз. О, все, прав, что ли, один человек? Два. Три. Вы не считаетесь. Ладно. Тогда извиняюсь перед теми, кто знает, а тем, кто не знает, расскажу, чем фаза отличается от нуля. Мы привыкли думать, что дырочки в розетке, они одинаковые. На самом деле это не так. То, что вилку можно втыкать и так, и эдак, на самом деле это связано с тем, что наши электроприборы устроены так, что им все равно, как втыкать вилку. На самом деле дырочки в розетке разные. В одной дырочке фаза, в другой дырочке ноль. Этого никогда никто на розетках особенно специально не указывает, потому что электроприборы, ну, большинство электроприборов, их все равно, как втыкать. Значит, чем фаза отличается от нуля? Фаза обычно обозначается вот так вот. Ноль обозначим вот так вот. Значит, для жестких критиков я знаю, что это Земля, но мы сейчас не будем рассматривать разницу между Землей и нулем. Нам достаточно, так сказать, понять, что есть отличие их обоих от фазы. Образно говоря, да простят меня составители учебников по физике, фаза – это то, откуда электричество вытекает, а ноль – это туда, куда оно стекает. На самом деле, если выключать разомкнуть, то в нуле электричества нет. За нем можно руками хвататься спокойно, ничего страшного не произойдет. Ну, лучше не экспериментировать, промахнуться можно, да. Вот, но… А вот все электричество как раз в фазе. А когда выключатель замыкается, электричество начинает течь с фазы на ноль. Вот. Как выяснить, где фаза, где ноль? Есть такие небольшие отверточки такого вот размера, с прозрачной ручкой. Вот. И сзади у них такой контактик, к которому палец прикладываешь, отверточку в дырочку засовываешь от розетки, и если лампочка загорается, это фаза. Если не загорается, то это ноль. То есть отличить достаточно. Отверточка эта стоит, там, не знаю, 20 рублей, почти у всех есть. Некоторые комментарии, значит, вот к тому, что вот электричество есть в фазе, а в нуле его нет, это есть такой электротехнический анекдот. Я надеюсь, что… Я, к сожалению, не знаю других электротехнических анекдотов, но вот этот знаю. То есть сидят на столбе два электрика и что-то чинят. Мимо идет старушка. Один из электриков говорит, бабушка, подай, пожалуйста, провод вот там на земле лежит. Бабушка провод поднимает, дает ему, он проходит мимо. Ну, тот, который ее попросил, я же тебе говорил, что это ноль, а ты фаза, фаза, вот, да. Из тех, кто знает, чем фаза отличается от нуля, скажите мне, что я сейчас неправильно нарисовал? Выключатель на фазу уже. О, да. Правильно, выключатель на фазу. Выключатель всегда должен стоять на фазе. Почему? Да понятно, почему. Потому что здесь у нас выключатель выключен, лампа не горит, но вся эта конструкция находится под напряжением. Чуть, что там пальцем не зато коснулся, чуть изоляция на проводе перетерлась, ты за люстру взялся железную, тебя дернуло током, да. Начали тебя заливать, сверху у тебя там искры, вот, все начинает гореть, вот, и все. Выключатель всегда должен стоять на фазе. По всем стандартам, строительным нормам и правилам и так далее. Есть только одна маленькая проблема. Те умные люди, которые придумывали эти строительные нормы и правила, по которым выключатель должен стоять на фазе, забыли придумать двухцветный провод. Большинство проводов, с которыми мы имеем место быть, там обе жилы, они одинакового цвета. Вот, значит, как обычно делается разводка на освещение? Вот выключатель. Над выключателем почти всегда на высоте где-то 10-15 сантиметров от потолка есть коробка соединительная, куда подходит, перепутанным проводом подходит 220 вольт на два контакта, да. Вот, дальше уходит на лампу. Фактически я перерисовываю эту схему. Здесь идет на выключатель. Вот, ну и надо вот выключатель сюда вставить, здесь замкнуть, и получается вся конструкция. Электрик делает вот эту работу внутри этой коробки, да. Вот, если провод двухцветный, то электрик знает, что там, например, там красненький, это у меня фаза, а синенький у меня ноль. Вот, а если провод обе жилы одного и того же цвета, то что должен сделать электрик, чтобы выполнить вот работу под соединению? Он должен взять пробник, померить, где есть фаза, где здесь ноль. Потом сбегать к щитку, выключить электричество. Монтаж нельзя по-живому делать, это реально опасно. Вот. Прибежать сюда-обратно. Так как надо подсоединить. Вот. Потом сбегать к щитку, включить электричество, проверить, все ли у него получилось, все ли у него правильно. Вот. Человек в новом доме, монтирует проводку в квартире. Вы можете себе представить, находящийся в здравом уме электрика, который ради каждой коробочки и каждого выключателя будет вот туда зайчиком, туда-обратно бегать к щитку, и, естественно, он подключает, куда попадется. Желающие могут проверить у себя дома. Если у вас не проводили специального переподключения, у вас 50% будет выключателя на фазе, 50% на нуле. Вот. Я несколько ремонтов в своей жизни делал и неоднократно в этом убеждался. Вот. Значит, что в результате получается? Время идет, проводка изнашивается, где-то что-то там перетирается. Вот. Начинают возникать небольшие копеечные токи утечки. То же самое может возникать, когда у нас вся эта конструкция под напряжением. Повышенная влажность, воздух тоже проводит, электричество в небольших количествах, тоже небольшие токи утечки. Кстати, кто видел вот это мигание в темноте и наблюдал это на протяжении достаточно продолжительного времени, наверняка обращал внимание, что при повышенной влажности интенсивность мигания увеличивается. Вот. Возникают небольшие токи утечки. По разным причинам они могут быть. Откуда еще могут браться токи утечки? Они могут появиться из-за грязного выключателя. Пыль достаточно хорошо проводит электричество в небольших количествах. И они практически всегда появляются, если в выключателе есть лампа подсветки. Вот через нее всегда, она всегда подключается именно так, и через нее всегда идет вот этот вот ток утечки. Токи утечки эти действительно, когда я сказал копеечные, я не оговорился. Речь идет о миллиамперных токах. И то, сколько, если это померить в деньгах, сколько вытекает вот через эти вот копеечные токи, когда у вас лампа там раз в пять секунд слегка подмигивает, то если это перевести в деньги, то это будут действительно копейки в месяц. На них никто особенно внимания не обращает на эти токи. Вот. Но пока у нас лампа накаливания, этот маленький ток утечки, он протекает через лампу накаливания, нить он не разогревает, лампа не горит. А вот в энергосберегающей или светодиодной лампе практически первое устройство, которое там стоит, это конденсатор. И вот этот вот маленький ток утечки, он себе течет-течет, конденсатор заряжает. По чуть-чуть, по чуть-чуть, течет-течет, заряжает-заряжает, заряжает-заряжает, а потом бах, и конденсатор прибывает на лампу, и она мигает. Этот же процесс происходит и в светодиодных лампах. Лампа мигает, потом и пошло по новой. Конденсатор пробивается, лампа мигает, пошло по новой. Вот что происходит по жизни, когда лампа иногда мигает в темноте. Как с этим бороться? Первое. Выключатель на фазу. Все выключатели нужно переставить на фазу. Сделать это нужно не только для того, чтобы лампа не мигала, а еще и из соображений вашей же безопасности. Вы выключаете выключатель, у вас все без напряжения. В эту люстру можно пальцем лазить, и вообще без проблем, что там будет все хорошо. Это достаточно важно. Это ваша безопасность, это пожаробезопасность, это электробезопасность и так далее. Если вы умеете держать в руках отвертку, можете это сделать сами. Это несложно. Коробка такая почти всегда есть. Она может быть заклеена обоями, закрашена, зашпаклевана. Но она почти всегда есть на высоте 10-15 сантиметров от потолка. Если вы не знаете, с какого конца браться за отвертку, вызовите электрика. Я думаю, что за очень небольшую мзду он вам с удовольствием переставит все выключатели на фазу. Тем более, что у него это займет, не знаю, 5 минут на выключатель приблизительно. Не такая большая работа. Так что выключатель на фазу. Второй способ. Способ номер два звучит как вопрос. А вас волнует? Дело в том, что многие потребители искренне думают, что от того, что лампа вот так вот мигает в темноте, она портится. Она не портится. Самая несчастная в лампе вещь, в люминесцентной лампе вещь, это нить накаливания. Накал не разогревается этими токами утечки. Пробой происходит чисто напряжением. И лампа от этого не становится ни старее, ничего плохого не происходит. Скажите это покупателю и задайте ему вопрос. А вас волнует? Масса мест, где это абсолютно не беспокоит. Вас беспокоит это в туалете? Вы зашли, зажгли свет. Вы вышли, выключили свет, закрыли дверь. Ну пусть все там мигает за закрытой дверью. Кого это беспокоит? Не знаю, это вас беспокоит в офисе, например. В офисе люди в темноте не сидят. Как только человек входит в офис, он зажигает свет. Где это может волновать? Да, это может волновать в спальне. Это может волновать, ну не знаю, например, любителей смотреть телевизор в темноте. Да, это может волновать. Но при этом, например, на кухне, скорее всего, не волнует, потому что на кухне вы всегда находитесь в включенном свет. В спальне, да, волнует. Хотя, вот я, например, скажу, что я на этом людям... Я, например, сплю с закрытыми глазами. Не знаю, как вы. Вот. И вот у меня реально, у меня дома, у меня лампочка мигает в темноте в спальне. Меня это абсолютно не беспокоит. Ну, опять же, я ни в коей мере... Вот, я понимаю, что в спальне это может человека волновать. Но вопрос задать стоит. Вот, да. Вот. Дальше. Если все-таки человека волнует. Третье. Убрать подсветку. Значит, если есть подсветка выключателя, лампа мигает практически всегда. Ну, не всегда, но в 50% случаев у вас будет мигать лампа. Как это сделать? Снять крышку, просто перекусить проводочек кусачками. И не заморачиваться. Все станет хорошо. Значит, четвертое. Поменять лампу. Поменять лампу не обязательно на какую-то другую модель. Вот. Характеристики радиодеталек различаются. Различаются. Параметры ламп чуть-чуть различаются. Можно поменять на точно такую же лампу из той же коробки, но просто другую. Вот. Часто это помогает. Особенно, если лампа у вас мигает совсем редко. То есть, там, скажем, раз в 5, раз в 10 секунд. Да. То часто просто поменять лампу. Можно на аналогичную. Можно на чуть-чуть другую. Это часто помогает. Но это помогает только при слабом мигании. Номер 5. Совершенно убойный способ. Помогает всегда. Даже с подсветкой выключателя помогает. Поставить одну лампу накаливания. Если у вас какой-то светильник с несколькими лампами. Или если у вас, например, на один выключатель подключено, там, не знаю, 5 штук бра. Да. Их там много, да. И вот в каждом этом бра по 2 лампы. Они стоят на одном выключателе. Вот если вы из этих 10 ламп одну поставите лампу накаливания. Вот. Проблема снимется просто вот напрочь. Ее просто не будет существовать. До тех пор, пока эта лампа накаливания не перегорит. Вот. Что здесь будет происходить? Здесь дело в том, что через эту лампу накаливания. Вот. Все эти токи утечки, включая ток утечки, вот, подсветки выключателя, будут благополучно стекать. Конденсаторы. Здесь будет практически короткое замыкание. Конденсатор этого не будет видеть. Все будет отлично. Все классно. Вот. То есть вот это хороший выход, если у вас какая-то многорожковая конструкция. Лампу накаливания любую. Можно поставить там 20-ваттную лампу накаливания. Не важно. Важно, чтобы этот способ не работает, когда заметно, что вы засунули туда. Ну, например, если хрустальная люстра, так сказать, многорожковая, да, поставить там, не знаю, там, пять энергосберегающих одну лампу накаливания, будет некрасиво, неаккуратно, да. А если какой-нибудь блин на потолке висит, да, в котором там четыре лампы, вот, вы можете три поставить мощных энергосберегающих, одну маломощную лампу накаливания. Все проблемы с миганием решатся просто вот. Шестой способ. Выглядит немножко экзотично. Но я сам лично встречал пару человек в магазинах, стоя в магазинах, которые говорили, ну, что ты мне вот про это все голову уморочил, сразу бы сказал. Вот, все понятно. Вот, значит, что нужно сделать? Нужно параллельно лампе, значит, нужно параллельно лампе установить сопротивление где-то 200 кОм мощностью 1 ватт. Кто не знает, что такое сопротивление, это вот такого размера приблизительно цилиндрик, вот, из которого по концам торчат металлические хвостики. Как правило, это решит проблему мигания из-за каких-либо токов утечки. Вот, и, кстати, из-за подсветки выключателя тоже. Где его поставить? Его можно поставить как непосредственно в люстре вот здесь поставить. Как правило, в люстре есть какое-то место, где лежит какая-то соединительная коробочка, и там в люстре, в светильнике можно его установить. Вот, можно установить вот здесь вот в коробке. Там, как правило, тоже места для этого хватает. Вот, то есть важно, чтобы сопротивление стояло параллельно лампе. Все токи утечки начнут течь через это сопротивление, и благополучно все мигать перестанет. Вот, седьмое, почистить выключатель. Вот, пыль накапливается, пыль хорошо проводит электричество. Как правило, если выключатель разобрать, ну, крышку снять, и просто там кисточкой помахать или чем-нибудь, вот, то тоже может отчасти эту проблему уменьшить, или даже снять. Вот, способы промигания в темноте. Способы решения проблемы с миганием в темноте. Кстати, к светодиодным лампам проблема мигания в темноте еще даже большее отношение имеет, потому что им надо меньше электричества, чтобы засветиться. И в те моменты, когда энергосберегающий иногда мигает, светодиодные уже светятся почти ровным светом. Вопрос был, можно ли в одну люстру ставить простую лампу энергосберегающую? Да, можно. Единственное, что, естественно, если вы поставите лампу накаливания, то лампа накаливания у вас будет перегорать столь часто, сколько перегорает лампа накаливания. Да, тут уж ничего не сделаешь. У меня супруга, она иногда говорит, мигает, мигает, да. Я встаю на стул, вворачиваю лампу накаливания. Потом проходит такое время, лампа накаливания перегорает, опять начинает мигать в спальне, да. Я говорил, что, ну, вроде-то, сказать, там, до поры до времени все это терпят какое-то время. Еще одна вещь, которая раздражает покупателей. Не так много покупателей эту причину указывают, ну, порядка там 5-7% покупателей указывают эту причину. Это запах о том, что энергосберегающие, ну и светодиодные, впрочем, тоже нагреваются, лампы пахнут. Почему я эту причину указываю, несмотря на очень небольшой процент? Дело в том, что запахи – это такая странная вещь. Понимаете, вот если лампа там горела-горела-перегорела, ну, перегорела, ну, заменил. А когда человеку начинает казаться, что там какой-то запах нехороший, у него сразу в голове начинает возникать, что его там отравить как-то хотят, что вообще непонятно, чем это пахнет. Хотя большинство ядовитых газов не пахнут вообще, поэтому ассоциация странная, но все равно эта ассоциация возникает, что его как-то отравить хотят или еще чего-то. Ну, вот эту вот причину рассматриваю. На самом деле, по поводу запаха могу сказать следующее, что к запахам мы относимся все очень по-разному. Дело в том, что, например, если к освещению, да, вот мы сейчас здесь сидим все, и в этой комнате, ну, нормальное освещение. Каждый из нас может там что-то прочесть, никому не кажется, что оно слишком ярко режет глаза, то есть всем оно кажется более-менее нормальным для проведения вот такого мероприятия, как этот семинар. То с запахами все люди их воспринимают очень по-разному. Кто-то этого запаха вообще не чувствует, кто-то говорит, что это ужасающий, удушающий, от которого я падаю в обморок. И он не врет, да, ну, разве что чуть-чуть. Мы все совершенно по-разному воспринимаем запахи. Причем естественные это запахи или это какие-то химические, искусственные запахи, это не имеет значения. Вот, существует масса довольно малоприятных естественных запахов, вот, и существует там, как вот рекламу смотрели, да, вот, совершенно химические, так сказать, запахи, которые там всех длинноногих блондинок в радиусе 50 метров просто привлекают, да. Причем, опять же, действуют эти запахи очень избирательно, потому что нормальные одетые женщины при этом даже отходят чуть-чуть в сторонку, чтобы блондинки в вечерних платьях лучше могли проскочить к этому источнику запаха. Ну, так что вот приятно, неприятно. Запах пластмассы приятный он или неприятный? Вот, может, неприятный. А если это запах пластмассы в салоне новенького автомобиля, то, может, и приятный, да, вот. Опять же, вот, длинноногим блондинкам в вечерних платьях этот запах кажется неприятным. Им больше нравится запах свежей кожи в салоне новенького автомобиля, да, вот. Кстати, обратите внимание, что запах этой свежей кожи – это абсолютная химия. На самом деле кожа, она пахнет совершенно не так, по-другому понюхать. Вот. То есть с запахами все, на самом деле, очень сложно, вот, в этой жизни. Что надо говорить клиенту, если он говорит, что лампа пахнет? Значит, сначала ему нужно сказать, что пусть лампа погорит 10-20 часов. Скорее всего, запах исчезнет. Это правда. Потому что, что мы имеем, когда нам говорят о запахе пластмассы? Пластмасса, на самом деле, пахнет всегда. Особенно, если эта пластмасса, например, была в каком-то там запечатанном состоянии. Возьмите любую пластмассовую детскую игрушку из целлофанового пакета. Первые там пять минут запах – ого-го какой. Потом он выветривается, и все нормально, так сказать, становится вполне нормальным, вполне приемлемым. Лампа, у нее еще есть проблема, что когда она работает, она нагревается. Соответственно, процесс вот этой вот выделения запаха свежей пластмассы, он еще интенсифицируется, вот, и, соответственно, как-то может еще больше раздражать людей. Предложите подождать 10-20 часов работы лампы, вот, лампа, скорее всего, за это время все ненужные запахи испарятся, и все станет хорошо. Если человек говорит, что там что-то вредное, что-то нехорошее и так далее, ребят, если бы это было вредное, то эту пластмассу давным-давно там где-нибудь в Европе уже сто раз бы запретили. Ничего там особо вредного нет. Значит, если запах не исчезает в течение 10-20 часов, такое бывает, такое бывает, вот, то лампу клиенту лучше заменить. Единственное, что я бы не стал ее сразу выбрасывать, а я бы ее на точке продаж все-таки дал бы ей эти 20 часов поработать, за это время она не сильно постареет и испортится, скорее всего, запах исчезнет. Дело в том, что в реальности вот такой брак, как запах, у нас тестировщики, когда тестируют лампы, в том числе их и нюхают, ну, в меру своих сил. Реально, я вам могу сказать, что я в своей жизни видел, наверное, штук 5-6 ламп, которые пахли, и запах не проходил. При этом, через мои руки, ну, опосредованные, естественно, да, но, во всяком случае, вот, да, через мои руки прошли десятки миллионов ламп. Вот. Я реально вот видел 5-6 штук, которые действительно запах не проходил. Вот, то есть это очень редкий брак, крайне редкий. Поэтому, если клиент вам возвращает, поменяйте ему, не заморачивайтесь. Но лампу не выбрасывайте, а дайте ей погореть. Скорее всего, запах исчезнет. Значит, давайте я вам еще расскажу одну историю про энергосберегающие лампы вообще. Большинство людей не понимают, что означает фраза на коробке, когда написано. Средний срок службы 8 тысяч часов, 10 тысяч часов бывает, ну, больше 10 тысяч, редко бывает часов, да. Вот, что означает вот эта фраза. Вот, я хочу два раза подчеркнуть здесь слово средний. Что это означает? Если я вам говорю, что срок службы какого-то прибора 8 тысяч часов, то, согласитесь, это я вам почти уже пообещал, что он проработает 8 тысяч часов. Когда я представляю здесь слово средний срок службы 8 тысяч часов, значит, это означает, что одна лампочка может проработать 10 часов и быстро-быстро перегореть, зато другая проработает 20 тысяч часов, и в среднем получится 10 тысяч часов. Именно вот в этих терминах указываются, так сказать, вот эти вот. Давайте чуть-чуть попробуем формализовать. Вот, допростят меня специалисты в этой области. Вот, я сейчас буду рассказывать немножко на пальцах. Вот, ну, я в свое время занимался теорией надежности электроприборов, там, с ГОСТами со всякими общался по надежности и так далее. Вот, а вот здесь я буду излагать такое вот простецкое, так сказать, описание процесса, которое подразумевается под обещанием, что лампа имеет средний срок службы 8 тысяч часов. Что это означает? Это означает, что за первые 80 часов, что составляет 1% от полного срока службы, из строя выйдет 1% ламп. Например, если мы взяли с вами много-много-много ламп, да, ну, нет, 10 тысяч ламп взяли, 10 тысяч ламп, вот, и на них написано 8 тысяч часов, то за первые 80 тысяч часов у нас выйдет 1% 100 ламп, и у нас останется 9 тысяч 900 ламп работающих. За вторые 80 часов, 80-160 часов выйдет 1% из оставшихся, то есть 99, вот, тоже 1%, и у нас останется 9-8-0-1 ламп. Вот. И так далее. Извините, здесь будут возникать дроби, ну, полтора землекопов все эту задачу знают, вот, все прекрасно понимают, о чем идет речь, вот, значит, ничего, будут возникать дроби. Значит, про эти лампы, вот, про лампы из первой строчки, которые вышли за первые 80 часов из строя. Мы можем сказать, что в среднем у нас 100 ламп проработало в течение, ну, 40 часов. Я специально беру серединку, да, в среднем, да. Вот. 99 ламп проработали в среднем 120 часов. Здесь умножить я ставлю, да. Значит, если вы вот эту вот табличку сделаете в Excel, например, и протянете ее строчек на 200, на 500, да, ну, просто копирование, да, ну, а потом вот эти просуммируете, 100 ламп в среднем по 40, 90 по 120, да, и поделите на 10 тысяч ламп, у вас как раз получится средний срок службы лампы определительно 8 тысяч часов. Вот что означает, можете попробовать, несложно. Вот что означает слова средний срок службы. Ничего более. Под ними нет обещания, что лампа проработает 8 тысяч часов. В частности, что это означает? Это означает, что на цифре 8 тысяч часов у вас выйдет из строя приблизительно 50% ламп. И именно это означает фраза средний срок службы 8 тысяч часов. Что из этой забавной таблички следует? Дело в том, что почему я показываю эту табличку? Потому что не прекращается обращение от людей, которые искренне считают, что им ставят вечную лампу. Кажется, что 8 тысяч часов – это же настолько больше, чем лампа накаливания с тысячи часов, что 8 тысяч часов – это сколько люди вообще не живут. А на самом деле, если лампа эксплуатируется круглосуточно, то в году у нас часов чуть больше, чем 9 тысяч часов в году. То есть это означает, что если лампа эксплуатируется круглосуточно, в течение года 50% ламп должны выйти из строя. Если вышло из строя 25%, это значит, вас обманули, вам подсунули значительно более качественную лампу, то есть вас обманули – это значительно более ценный мех. Именно это означает. Именно об этом пишут на коробках. Иногда, правда, люди забывают слово «средний», но именно об этом пишутся на коробках. Именно это под этим понимается. Не верите, спросите любого специалиста в области ГОСТов по надежности и по этим срокам службы, он вам расскажет приблизительно то же самое. Только формул больше напишет математических. В частности, что следует вот из этой проблемы? В то, что если вы продаете лампы корпоративному пользователю, у которого лампы будут гореть круглосуточно или большую часть дня, нельзя давать ему гарантию. Или давать гарантию, нужно заложившись на то, что через год у него произойдет вот это. Или же объяснить ему, что чудес на свете не бывает. И что 8 тысяч часов и вечность – это немножко разные понятия. Попытаться объяснить. Большинство людей совершенно нормально к этому относятся. Прекрасно это понимают. Более того, нормально относятся к тому, что лампы, особенно если их круглые сутки жечь, они периодически будут перегорать даже энергосберегающе. Радуются тому, что перегорают они реже, чем лампы накаливания. Но раз в пару месяцев у нас возникает через наших партнеров какая-то конфликтная ситуация, когда человек, которому поставили эти лампы, искренне думает, что они вечные. Нет, не вечные. Приходится объяснять. Как правило, понимают, до судов пока не доходило. Но лучше, если это будете объяснять вы и сразу, до того, как человек купил лампы. Понятно более-менее по среднему сроку службы? Очень аккуратно. Понимаете, когда мы продаем домой, да, дома лампы круглосуточно почти никогда не горят. То, что касается среднего срока службы, естественно, испытания на этот средний срок службы проводятся с периодическим включением-выключением. Как правило, это выключение лампы каждые 3 часа и охлаждение ее в течение 10-15 минут. Хотя испытания могут быть разными, стандартов на эту тему не существует. Во всяком случае, стандартов в нашей стране. Это то, что касается включения-выключения. Если вы продаете корпоративщику, обязательно про это помните. В частности, вот вы задавали вопрос про гарантию. Понимаете, я могу дать гарантию бабушке, розничному покупателю, да, который, да, розничному покупателю, который бабушке, которая покупает к себе домой, которая будет эксплуатировать лампу 3-4 часа в день. Скажите, а как вы отличите эту бабушку от дедушки, который является электриком соседнего ЖЭКа и покупает 10 лампочек для того, чтобы вкрутить их в подъезд? Где они будут гореть круглосуточно? Как вы их отличаете на глаз в магазине? На самом деле, вот этот вопрос с гарантией очень тонкий вопрос. На светодиодные лампы мы даем один год, там срок службы немножко повыше. На энергосберегающие мы рекомендуем непосредственно продающим организациям думать, что с этим делать. Мы честно все рассказываем и думаем, что с этим делать. Многие торгующие организации, я вот в частности слышал на таких семинарах от людей, которые просто стоят в магазине и просто продают эти лампы. Они говорят, гарантия, да ну, эту гарантию спрашивает, дай бог там про нее вспоминает, дай бог каждый десятый покупатель. Гарантия на лампы, это, ребят, за что купил, за то продаю. Гарантия на лампы, это вещь такая, и не очень такая, привычно важная. Да, кто-то вспоминает, кто-то говорит, нет, без гарантии брать не буду. Но при этом эти же люди мне говорили, что нас на самом деле, нас очень устраивает ситуация, когда на лампы нет гарантии. Именно люди, торгующие в магазине. Почему? Потому что если он продает эту лампу бабушке, которая три пенсии копила, чтобы эту лампу купить, ну, придет эта бабушка через три месяца с перегоревшей лампочкой. Во-первых, это происходит достаточно редко, да. Ну, поменяю я эту лампочку этой бабушки, ну, и бог с ней, ладно, что я с ней буду ругаться, скандалить. А вот если это окажется дедушка-электрик соседнего ЖЭКа, он у меня сто ламп купит, и каждую неделю мне две-три штуки будет приносить менять. И если у него есть гарантия, он меня до суда потом доведет, если я ему откажусь менять. А если у меня гарантии нет, я его там на третий раз поговорю с ним всерьез, вот на эту тему, и объясню, что больше я менять тебе не буду. Поэтому вот гарантия на энергосберегающие лампы очень сложный вопрос. Гарантию на светодиодные лампы мы даем, но мы даже не выписывали какие-то специальные условия этой гарантии, потому что похоже, что лучше, вот не так часто возникают эти конфликты, похоже, что лучше их решать не по инструкции, а по ситуации и по понятиям. И это правильнее. Вот эти конфликтные вопросы по гарантии. По светодиодным лампам, кстати, тут один из приколов, который вы наверняка видели, слышали, это то, что многие любят писать, кто-то там пишет, не знаю, 100 тысяч часов, кто-то пишет 50 тысяч часов, срок службы, да, вот, ну, в общем, идет соревнование, кто больше циферку напишет, да, вот, мы сейчас пишем 30 тысяч часов, средний срок службы. Эта цифра более или менее реалистичная. Вот те, кто пишет 100 тысяч, мне всегда хочется задать вопрос, а как вы их испытывали на эти 100 тысяч? Ну, просто посмотреть людей. Потому что, чтобы получить достоверные результаты на год, нужно поставить около 1000 ламп на тестирование, чтобы за год получить более или менее достоверный результат про 100 тысяч часов. Давайте возьмем каталог какого-нибудь Осрама или Филлипса, да, вот, где стоят цифры, там, в районе как раз 25-30 тысяч часов, да, средний срок службы на светодиодные лампы, бытовые лампы, я имею в виду, не надо путать там со специальными всякими, там, вот, профессиональными и так далее, бытовые лампы. Вот. Там стоит срок службы такой же, 25-30 тысяч часов. Неужели вы искренне думаете, что фирма, название которой вы не можете вспомнить, делает лампы лучше, чем Филлипс или Осрам? Ну, так, ради хохмы, да. Поэтому вот это вот развлечение с писанием вот этих вот миллионов часов на лампах, вот это там отдельная такая тема прикольная, ну, со средним сроком службы. Вот. Какие-то вопросы еще по среднему сроку службы есть? Светодиоды, они же редко берегают, они тускнеют. И энергосберегающие тускнеют, и светодиодные тускнеют. Кстати... На каком вот этапе, только визуально, да, можно понять, что они требуют замены? Вы знаете, визуально, визуально вы можете увидеть разницу процентов в 20-30, меньшую разницу глазами, без, как бы, это самое, специальных ухищрений увидеть очень тяжело. То есть вот, скажем так, я знаю там некие ухищрения, которыми я могу увидеть разницу процентов в 15, вот, но это вот не просто так вот посмотреть и сказать, вот та лампочка светит на 15 процентов тусклее, чем-то. Вот. То есть на самом деле, реально, то, что вот вы можете заметить глазом, это процентов 30-40. Вот. Вот. Более или менее приличные светодиоды дают, ну, не знаю там, один, два, ну, несколько процентов за тысячу часов деградации света. Вот. Естественно, в тот момент, когда вы начинаете, когда лампа доходит до состояния, когда вы уже это откровенно видите глазами, надо, наверное, подумать о том, чтобы ее поменять. Просто поменять не потому, что она перегорела, а потому, что она постарела. Более того, я вам могу сказать, что, например, в профессиональном освещении, в бытовом освещении это не используется, но в профессиональном освещении, там, например, полагается делать следующую операцию, когда речь идет о, там, каком-нибудь, например, торговом центре, да. Вот лампа перегорает, одна лампа перегорела, ее надо поменять. Одна лампа перегорела, ее надо поменять. Но при этом, там, скажем, раз в год, ну, там, специальной программой, надо поменять все. Вот, да. То есть, вот для профессионального освещения это совершенно нормальная операция. Вот именно для того, чтобы, потому что дома, ну, дома это ваше личное дело и так далее, а там есть нормы, там должно быть вот так вот, никто ничего... И вот на самом деле обслуживание, там, скажем, хорошего супермаркета, там просто вот у них есть программа. Перегорела лампа, да, ее меняют одну, но через какой-то период, там, в зависимости от типа лампы, там, много чего, лампы меняют просто все, чтобы не снизилось, не снизился уровень освещенности. Какие форматы светодиодных ламп сейчас больше всего продаются наиболее рационально? Прежде всего, это, первое, рефлекторы. Кто не понимает этого мерзкого английского слова, это лампа, которая светит в одну сторону. Ну, например, характерный пример, это традиционная галогенка, которую я почти в настоящий, в натуральный размер нарисовал, так сказать, традиционная галогенка в корпусе МР-16. Или там... Вот такой вот рефлектор на винте, это тоже рефлектор. Вот. И ЖХ-53. Я плохо рисую, извините. ЖХ-53, тоже рефлектор. Они светят в одну сторону. Почему светодиодные лампы рефлектора наиболее рациональны? Дело в том, что когда мы имеем дело с энергосберегающей или лампой накаливания, там источник света светит во все стороны. В результате, для того, чтобы направить свет в одну сторону, мы вынуждены ставить здесь зеркало, которое от этого источника этот свет отражает. При этом отражении, учитывая, что лампа стоит 3 копейки, отражатель там никакой. Вот. Процентов 20-30 света на этом отражении теряется в легкую. Светодиоды хороши тем, что в светодиодной лампе рефлекторе светодиод изначально светит в одну сторону. Ничего никуда отражать не надо. Вы прекрасно знаете, сейчас большинство ламп делаются вообще без всяких отражателей. Просто на самом деле светодиоды стоят. И просто светят. Никаких там ни линз нет, ничего. А на какой-нибудь кукурузе они вообще голые стоят, светодиоды. Вот. Ничего не надо никуда отражать. Вот. Все там хорошо. Вот. За счет этого, когда мы сравниваем светодиодную лампу, например, с лампой накаливания или галогенкой, вполне можно говорить, ну, да, я надеюсь, все знают, что лампа накаливания, ну, так, традиционно дает 10 люмен на ватт. Ну, так, в среднем. Это приблизительная, конечно, цифра. Энергосберегающая дает в среднем 50 люмен на ватт. Ну, светодиодные, мы с вами говорили, что цифра немножко меньше 100 люмен на ватт при хорошей лампе. Учтите, светодиоды со светоотдачей 20 люмен на ватт вот так вот выпускаются в наше время. Никуда они не пропали. Стоят дешево. Вот, классно. Я сейчас говорю о хорошей лампе светодиодной. Вот. Приходится отражать. Если у нас, значит, точечный источник света приходится отражать. Если у нас здесь спрятана энергосберегающая лампа, там вообще какая-нибудь здесь путанная спиралька, которую вообще там и отражать, потом обратно через трубочку проходить. В общем, там от этого отраженного света вообще почти все теряется. Там светит только одной стороной, по большому счету. Вот. Поэтому светодиодные лампы особенно рациональны там, где они рефлекторы. Второе. Цветные лампы. Мы когда пройдемся по ассортименту, у нас есть достаточно большой ассортимент цветных ламп светодиодных. Цветные светодиодные лампы тоже очень рациональны. Почему? Потому что какую бы цветную лампу мы не взяли, энергосберегающую или лампу накаливания, там цветной свет, он отфильтровывается из общего белого. Какой-то кусочек остается, а остальное фильтром затормаживается. Светодиоды умеют изначально светить цветным светом. Красненьким, зелененьким, желтеньким. Вот здесь уровень эффективности по светоотдаче на ватт, он, вот если на обычной лампе это, скажем, около 10 раз между лампой накаливания и светодиодной, то на цветных лампах здесь вполне можно использовать коэффициент 15-20 раз. На рефлекторах вполне можно использовать коэффициент 10 с плюсом. Вот посравнивая с накаливанием. Третье. Светодиоды начинают становиться рациональными на мелкой лампе. Уже начинают становиться рациональными маленькие шарики, маленькие свечки. Почему? Потому что светодиодные лампы, у них стоимость, ну, я уже говорил, она почти прямо пропорциональна мощности. И чем более крупную и мощную лампу надо сделать, тем она дороже стоит. А вот у энергосберегающих все наоборот. Чем мельче ты делаешь лампу, дешевле всего стоит там 15-20 ваттная спиралька. Чем мельче ты начинаешь делать лампу, и когда ты ее пытаешься запихнуть в шарик G45 или в свечку стандартного размера, тем она становится дороже. Тем там сложнее трубочка, тем там более дорогие комплектующие нужно использовать в схеме ПРА и так далее. Поэтому на мелкой лампе светодиодные лампы уже обгоняют. Где еще не обгоняют? Не обгоняют на крупной лампе. Например, 20-ти ваттными спиральками мы с вами будем торговать еще несколько лет как минимум, поверьте. Пока светодиодные лампы дойдут до вот такого уровня цены и рациональности, как 20-ти ваттные спиральки. С другими лампами все будет зависеть от того, насколько лампа рефлектор, насколько она мелкая. Потому что, например, почему спиральки сейчас нерациональны? И почему, кстати, та же кукуруза, ну да, ее берут, но вот по большому счету рациональности в этом нет никакой. Я бы не стал человека уговаривать на кукурузу, если только он не хочет пальцы растопырить и перед соседними понтами похвастаться. Почему? Потому что для того, чтобы сделать 20-ти ваттную спиральку, нам нужна где-то предвидительно 12 ватт кукуруза. Причем эта кукуруза, если вы помните, она еще имеет очень сложную структуру. Она собирается, собирается руками из 7-и или даже 9-и, я сейчас точно не помню, отдельных плат со светодиодами. Потому что вот плата со светодиодами ВМР-16, здесь вот лежит вот такая вот плата, да, и на ней светодиодики, которые сразу в одну сторону светят. Вот сама плата, она появится машиной. Вот. Машина, кстати, выглядит совершенно очаровательно. Я сейчас, наверное, стоял, смотрел на выставке, как она работает. Она поэтому... Дальше ручная сборка идет только на уровне, так сказать, засовывания этого в баночку, так сказать, там, подсоединения пары контактиков и все. А здесь нужно там десяток деталей собрать, чтобы вручную, чтобы сделать кукурузу. В результате кукуруза стоит относительно дороже, чем лампа-рефлектор, вот. А соревнуется она с 20-ваттной спиралькой, цена которой, так сказать, там, 100 рублей, да. И поэтому, а кукуруза, которая сейчас там такая 12-ваттная, я сейчас не помню, по-моему, сколько рублей, 600-700, ну, если говорить о рекомендованной розничной цене, да, 600-700 рублей, вот. А давайте посмотрим, что происходит на галогенках. На галогенках светодиодная лампа ценой, ну, давайте возьмем, там, скажем, 4-х ваттную, ценой на прилавке 230 рублей, вот. Она соревнуется с галогенкой накаливания ценой 30-40 рублей, чувствуете соотношение, да? А ведь светодиодная работает дольше, их покупать надо намного реже, да? Вот. То есть, вот здесь соотношение там в 5 раз цена, а кукурузу, если сравнивать с лампой накаливания, лампа накаливания вообще 15 рублей стоит. Вот. Здесь соотношение там в 40 раз, да? А здесь всего-то в 5, да? Если сравнивать с энергосберегающей, то такая же энергосберегающая вместо этих 230, вот, энергосберегающая, будет стоить, ну, рублей 170. Разницы почти нет. И на самом деле светодиодные лампы сейчас уже энергосберегающие начинают вытеснять в формате МР-16. Вот. А в кукурузе разница, видите, в 6-7 раз. Еще не вытесняют. То есть вот сейчас наиболее светодиодные популярны рефлекторы, цветные, мелкая лампа. Я хочу подчеркнуть, что эта информация на сегодняшний день, на, так сказать, начало 2013 года. Речь идет о, ну, такой массовой бытовой лампе для общего освещения. Потому что если там взять, например, какие-нибудь карманные фонарики, там светодиодные лампы уже всех давным-давно победили, потому что в карманном фонарике стоимость электричества очень высока. Батарейки стоят безумные деньги. Субтитры создавал DimaTorzok